всем привет это новый пустола привет мы на пороге исторического события пятый матч тут рос файт найт 4 подряд поэтому все время проснулся такой бля вот сегодня у меня настроение нахуя начать передачи с хорошей шума шутил это не шум и терпелся было бы прекрасно если бы добыла шутка это не шутка брат и хорошие да да нас ждет в эту пятницу опять матч стоит поймать не опять основа не опять основа это супер серия супер серии уже пусть надо я мы там жале гримерки что я уже не удивитесь окажется так что полуфинал мы сыграем сайт найтся каким-то хуем потом хуяк еще финал сайт найт и всех все устраивает это предпоследний тур да пускай уже посчитают туда и какие расклады сейчас про это все подробно говорим давайте сначала быстренько всех представлю у нас сегодня камерный стол как во времена когда мы начинали не огромные мы тут сидим поприятнее очень близко и поэтому я рассчитываю на такую же близкую раскованную и открытую беседу ты как старого не на можно ножками друг друга под столом потрогать да мы с тобой раньше сюда поставим друг другу задевали да вот точно меня никто не трогал сегодня у нас райзен президент брак бойс здрасте евгений спиряков член команды амкал и человек который входит можно сказать так совет правления можно за отправление основателя совета любовь основатель бренда спайр сочина из га еще можно было бы сказать давай давай просто ну как выглядит как сочинай представь себе хорошего человека вот еще и реднок немножечко благодаря рубашки да ну не почему это хипстер надо уточнить что в перчатках жеки играет от кигула момента момента лиги уличного футбола тоже перчатках жеки сыграл в последний матч тоже в них из родины медиа тоже в них играл ну и матвей сафонов давайте опустим некий президент у дроз фидос вратарь банки основной а он не ходит совет директоров амкал банки мне кажется его вместе с готовым выпиздили его с юрием бобиным убрали настолько связки были думали до связка давно разрушилась ладно давайте по порядку ты спросил есть ли такой шанс что тут родцы fight night сыграет еще и восьмом туре что процент съесть мне в комментах один человек написал расчет и он прескал если произойдет так что fight night выиграет в основное время то шансы на это очень велики кстати про расчеты мне кажется надо респектную салавату который после каждого в каждом туре перед последним туром и предпоследним матчем или даже за несколько матча считает все расклады это очень все интересно наблюдать слова слова кутак медиа почему кутак ты не знаешь да как приводится нет напишите я правда пожалуйста напишите ты знаешь это татарский язык и комменты тоже ну а как что это ну мы дождемся комментариев левая типа это хуй это какой-то типа супер такой математик сидящий да 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 и хуй конечно столько просчетов сделать я ладно давайте двигаться практически все пары а именно 5 из 7 в следующем туре будут повторные это ожидалось как вы это ощущаете мне кажется что сейчас я декабря как раз да у нас то у Ну, банки только, ну, банки там, да, потому что банка остается на своем месте, а тут просто меняются все время команды. Но мне кажется, что, там, Тудроц, например, просто ждут, что поскорее будет регулярка уже закончилась, чтобы сыграть с кем-то другим. Вот, и многие там из тех, у кого тоже соперники повторяются, тоже ждут, чтобы... Мне кажется, даже, скорее всего, организаторы этого турнира ждут, чтобы эта регулярка поскорее закончилась, и весь этот хейт тоже закончился, потому что в плей-офф пары повторяться уже не будут. Ну, мне кажется, просто все уже признали, что это ошибочная была штука. Да, но все равно видишь, что с этого начинаешь программу. Ты задаешь сейчас такой вопрос. Все признали, что это ошибочно, но мы продолжаем это обсуждать, и сейчас еще немножко похуй с 8 тех, кто это придумал, скорее всего, да? Ну, еще в прошлый раз было предложение от Родимого просто остановить это и прожеребить. Ну, нет, это было максимально неправильно. Уже если начали играть, надо доигрывать. Ну, с другой стороны, если вы говорите вот о великом инфоповоде, да, который, как правильно заметил Федя, на протяжении всего сезона, чуть ли не со второго тура обсуждается, ну, вот он есть, инфоповод. Лично нам, допустим, повезло. Мы играем довольно интересные матчи. Понятное дело, что с топ, получается, пять командами, мы по всем топам прошлись. Или Теннерджи захватили, и Тудроц, и сейчас еще с десяткой два матча сыграли, сейчас еще с Амкалом сыграем, ну, у нас разнообразие большое. Но, понятное дело, ненормально, когда ты играешь пять матчей против одного. То есть ты заходишь на канал, на канал Тудроц, и там просто ролики, Файт Найс, Файт Найс, как будто, знаешь... Ты думаешь, нифига себе, вчера только сыграли, уже сегодня ролик вышел. Да, раньше за такую коллабу Фил Адалгау еще, как бы, Тудроц. Сейчас просто типы, чисто пакет пяти роликов. Типа для Файт Найса это топ, на самом деле. Вот если с их стороны посмотреть, для 2D это, конечно, ну, жестко. Ну, кстати, а вот, условно, Файт Найс что-то дала эта суперсерия? Вот мы говорим, что для команд, которые там средняки, для них матчи с топами это возможность там как-то бустануть медийку. Но вот даже для Файт Найс дала ли эта серия какой-то буст? Дала буст с точки зрения того, что, по-моему, все признали, что Файт Найс это суперкрепкая команда. Даже пацаны из Тудроц, вот последние 2-3 игры, говорят, что это суперкрепкая такая вязкая команда, с которой очень неудобно играть и которая по-футбольному очень серьезный соперник. Вот, как минимум, вот, что Файт Найс дала. Ну, и узнаваемость в любом случае, узнаваемость игроков повысилась. Понятно, что ты пять матчей играешь против команды, за которой много людей следит. Так или иначе, ты знаешь уже, ой, понятно, опять Алгушин там побежал. Ой, Аба этот, ну, конечно, понятно, ой, опять сейчас. Ну, вот у них это все равно есть. У них хорошие защитники, хорошая линия полузащиты. И самое главное, если им раньше не хватало опыта, они с лихвой сейчас забирают этот опыт с командой из топ, ну, явно входящей в топ-5 самых сильных команды МФЛ. Еще и топ-3 у Файт Найс Смирнов. Да, отлично. Да, тренер грамотный. То есть они, вот если так смотреть, вот какой чемпион бы из новых был бы заслуженным? Вот если бы в Файт Найс выиграли, да, вот, это было бы, стой, это было бы. Это как Толбан Хэм, типа вот Эл Чем, или Аякс. Ну, это было бы чудом, но никто бы не сказал, что не заслуженно. Ну, не то, что чудо. Нет, ну, Файт Найс дает стабильный результат уже третий сезон. Ну да, да, они постепенно все равно так или иначе приближаются. Типа это такое, если в Файт Найс дошел, это не то, что там, не знаю, деметинг дошел до финала. Они рано или поздно могут уколоть, знаешь, потому что мы в полуфинале чуть не приехали за малым. То есть они рано или поздно могут уколоть, и этот опыт, который они тут набирают в плей-офф, точно не повезет тому, кто с ними встретится. Да, братан, они уже и кололи. В Саранске мы как-то приехали, да. Они Амкал выбивали, они десятку выбивали из турнира, поэтому вот я говорю уже, знаешь, ну, мне кажется, в Файт Найс, мы любим эти параллели проводить, как такое атлетико. Да, ты если против него пропустил, на первый все, тебе неприятно будет, поэтому надо отдать должное, большую работу Дима проделал. А мы стоим с тимми в ринге, братан, чтобы вот ты понимал, и 12 раундов просто вот пиздимся и пиздимся. Ты тоже растешь, братан, ты тоже, твоя стамина улучшается, ты опыта больше. Файт Найс, это, кстати, команда же, которая давно в МФЛ, они со второго сезона, это старички, по сути, по сути, старички. Супер старички, еще они в Казахстане были, да, они вообще не были. Они в Казахстане выиграли? Нет, они нам проиграли в финале, точно. И мы, кстати, с ними сыграли товарищеский матч перед сезоном, то есть у нас из медиалиги, вот, идите, товарищеский матч, мы сыграли, а это был Файт Найс. Один товарищеский? Вы уже в одну раздевалку переодеваетесь, да? Вы в одну раздевалку уже как братюня переодеваетесь, сильно, конечно. Но у вас получается крайне такие сухие матчи, не голевые, только в одной игре было забито больше одного мяча. Одна, по-моему, все 0-0 закончилась. И был кружок Жеки про то, что ему вообще не очень нравится на все это смотреть. Он, возможно, не везде прямым текстом говорил, но было очевидно, что ему не нравится вот это уныние, ему не нравится схема, по которой играет команда. Ну, нет такого, это уже выдумывалось. Он говорил 4-4-2. Но это он и тогда говорил еще про 4-4-2, что это типа мы переходим на запросы. Но в этом месседже всем, о чем мы можем говорить, что, блядь, тяжелые матчи. Конечно, хочется, что твоя команда забивала, но мы увидим, что, знаешь, парадокс в этом всем, мы с броками играем. Супер открытый футбол, у нас дохуя моментов, у них дохуя моментов, а счет 0-0. Ну, то есть, блин, я не знаю, в прошлом сезоне мы забили больше всех, больше 30 голов, мы поставили там рекорд для нашей команды. В этом сезоне, блядь, нихуя не летит. Мне кажется, эмоционально, знаешь, это нормально говорить свое мнение. То есть, ты то, что Женек, ну, то есть, блядь, это его команда, и поэтому он может, знаешь, требовать от игры, от чего-то, ну, то, чтобы это, его желание, как бы, чтобы... Ну, а есть ли в этом посыле недовольство тренером? Недовольство тактикой? Мне кажется, прям жесткого недовольства тренеров нет. Потому что мы, опять-таки, после матча общаемся с Викторовичем, с Николаевичем, не знаем, мы там их мнение узнаем, спрашиваем, как они на какие-то ситуации смотрят. И тот фидбэк, что мы получаем в целом, посмотрим. Ну, некий, ты ж равно понимаешь, так или иначе, это всегда идет такой диалог между тренером, между руководителями. И подобные сообщения, они не напрямую, но косвенно все равно задевают. Типа, ну, я уверен на то, что Дмитрий Викторович, он смотрит на это и понимает, ах, так, ну, понятно, я не знаю, как он на это смотрит. Не могу точно сказать. Те, мы понимаем, это очевидно, но будь эта ситуация впервые, то сейчас бы, конечно, мы могли вот так взяться за там рты и переживать, что будет дальше. Ну, я вспоминаю, после финала тоже Женек написал текст, который, там, ему не понравилась наша игра, и Викторович тоже это видел, ему на столе это показали. Да, я помню, на столе это. И он на это отреагировал. Ну, то есть, и в течение нашего, там, знаешь, общения бывает, что чем-то Викторович недоволен, бывает, чем-то Женя недоволен, бывает, мне что-то не нравится. И самое главное, что мы во всех этих недовольствах находим как раз диалог, чтобы, типа, расти и прогрессировать. Ну, знаешь, просто тут получается такой момент, что, казалось бы, у вас команда усиляется как раз в атаку. Ну, вот, если посмотреть, трансферы и прочее, у вас разнообразие нападающих появилось, у вас пришел супер атакующего плана полузащитник Скоропуб, условно, крайний полузащитник, атакующий полузащитник. У нас также пришел и Евтуш. Да, нет, ну, линю защиту немножко обновляйте, но там все равно такая большая ротация. И телек, да. То есть, и здесь вот момент, это что? Люди не могут, грубо говоря, быстро интегрироваться и понять, по каким мотивам играет медиафутбол, чтобы забивать голы. Или в чем проблема? Или просто невезе? Нет, ну, мы же берем прошлый сезон, где мы забили больше 30 голов. Ну, вот видишь, а произошло обновление в атаку, вот здесь. Ну, хотя бы прошлый сезон, они все были, вот я и говорю, поэтому здесь вот парадокс, то, что, ну, если бы прошлый сезон мы бы так же страдали бы и там играли бы все матчи 0-0, то эта вся речь была бы уместна, что мы можем думать там, что не хватает нападения, а так просто, блядь. Подожди, вы сыграли столько с дротами, вы сыграли только с Амкалом, Амкал, Файт Найтс, Брок Бойс, Файт Найтс, Файт Найтс, Файт Найтс. А, я понял, но еще и команды тоже, у них оборонительная линия жесткая. Вот, ну, видишь, тяжело именно вот в реальности понимать, но есть информация, вот, которую я для себя собираю, то, что когда мы играли с Броками, был атакующий футбол. Да, там были хорошие моменты, поэтому будем смотреть. Ну, просто, смотри, вопрос, вот у вас с нами были моменты, потому что вы играли в более открытый футбол, потому что у нас тоже были моменты за счет того, что мы могли выбегать и прочее. Ну, мы даже две открытые команды. Типа, а против Файт Найтс вы играть так не можете, вы боитесь. Нет, мы... Или они изначально сидят? Конечно, они, да, сидят. Ну, да, и у них защитники тоже, тот же Заур в центре защиты, знаешь, он грамотно, ну, блин, сильная команда, еще полузащитники куются. Они же даже, по сути, ничего с этого не имеют в плане контента, например, им вообще похеру, им главное выиграть. А как выиграть сильного соперника? Сесть и ждать момента, ну, они и сели, и как им вскрывать, и пацаны тоже вскрывать, по сути. Не, ну, позиционная атака, ее нет ни у кого в лиге. Ищи, Сева, как бывает, Райзен не дождался, пока под него сделают отдельную программу, где футбол будут разбирать, поэтому пришел и приходит за стол и просто рубрику здесь что-ли. Интересно. Не, не, вопрос, вопрос. Просто он злюбил себя, я не все матчи могу посмотреть. Братан, вот тоже у людей, извини меня, ты тут ротс, и у тебя два забитых мяча. Конечно, ему не нравится, но с другой стороны, ты смотришь, это вот обывателю, который просто напишет, они забили два мяча. Он не разбирается в процессе, а кто погружен, он понимает, что, извини меня, они там с броуками играют, где два центральных защитника, Жеки Чдау, и то моменты были. Против Fight Nights пять матчей играют, ну, братан, прецедент, прецедент. Ну, а Викторович, который слышит все эти замечания, наверняка в этот момент такой сидит, такой, результат сделаю, хера ничего спросит с меня, и все. Ну, так и есть. Конечно, если ты в конце чемпион, про твои вот эти, хоть ты ноль забьешь, забьешь вообще никого-то не интересует. Я так и говорю, если, блядь, в итоге это, ну, мы выиграем сезон, вообще, хоть мы все матчи с Fight Nights сыграли по 1-0. Конечно, я помню второй сезон, когда мы там, знаешь, там всех в групповом этапе переезжали, а потом 1-4 и все, поехали. У Десятки так было два сезона подряд, они вначале очень здорово шли, а потом толку. Не, ну, сейчас Десятка прогрессирует, они уже, нет, они уже в групповом этапе сдуваться начали, поэтому тут... Не, ну, ты знаешь, это может быть как раз то, что они пик, форму подводят к плей-оффу. Что-то не так, и там, и, предположим, они вылетают, и мы такие, ну вот, поэтому они вылетели. А если вдруг они выиграют, мы такие, а, ну, типа это вот качель. Поэтому, да, все зависит, короче, от того, в итоге где-то окажешься, потому что все потом подстроят и скажут, да, это мы рассчитали, да, у нас запланировано было, это классик. И сам факт, что в целом матче такие довольно-таки жесткие. Некид, ты можешь точно сказать по будущему Викторовичу? Да я полностью доверяю Викторовичу и хочу, чтобы он остался в команде. При любых раскладах? Ну, я, да. Ну, то есть ты вот там просто всегда гнул вот эту линию про то, что Викторович, это ваш Фергюсон, что вы хотите эту многолетнюю такую историю строить. Вот сейчас есть в этом году финал, Кубок России, второй раунд и там открытая концовка по Кубку Лиги. При любых раскладах ты бы хотел его сохранить? Да. А Жека? Вы с ним обсуждаете это? Ну, я думаю, Женя тоже. Понял. Логично, ну, братан, но здесь, знаешь, здесь тоже, вот, мы говорим, про какие контексты. Прикинь, тоже мы заканчиваем Кубок Лиги, предположим, выигрываем, и Викторович подходит и говорит такой, пацаны, ну, типа, блядь, вот, не горю больше. Типа, хочу, вот, попробуй что-то другое. Я тебя спрашиваю исключительно про твое желание, а не про его понять, что он может... Если Викторович этим горит, если он такой, блядь, там, получилось или не получилось, но у меня есть план, что нам надо сделать, и мы чувствуем жизнь в этом всем, то, конечно... Может, ему вообще вновь придет вариант из про-футбол? Мне кажется, он уйдет. Если придет вариант? Сейчас придет вариант из про-футбол. Мне кажется, это зависит от предложения. Мне кажется, нет, ну, конечно, от предложения. Мне кажется, вы даже недооцениваете, типа, все равно весь масштаб того, что, типа, блядь, Викторович остался в Тудрос, когда ему предложил Енисей. Ну, с другой стороны, да, это хендмейт. Нет, подожди, что ты имеешь в виду, что мы недооцениваем масштаб? Ну, это, типа, пиздец поступок. Не-не, ну, ты можешь расшифровать то, что мы не знаем? Не, ну, здесь, ну, знаешь, может, вы это просто видите. Ну, там кто-то писал, Виктору еще надо было уходить, там, типа, в проф, хотя бы он упустил эту возможность. Или, там, вот, Тёма сейчас говорит, будет еще одно такое предложение, он его возьмет. Вот, но уже один раз отказавшись от сильного предложения, то он сделал, знаешь, ну, сильный выбор все равно в пользу, там, Тудрос, в пользу, там, наших отношений со мной с Женей. Потому что у нас, там, никаких контрактов, ничего нету, при этом мы никогда друг друга ни в чем не обманывали. Может, у него просто чувство какой-то незавершенности, и будет все зависеть от результата этого сезона. Вот, если он будет предварительный, то я думаю, что там уже при любом предложении, Викторич, он все равно будет видеть перспективу в проф больше, чем... Нет, я уверен, что не при любом. Ему, вот, важно при уходе в проф тоже попасть в команду, которая ставит предстоит какие-то задачи. А, в этом плане, да, конечно. Ему, там, условно, неинтересно идти в команду, которая не планирует выходить в РПЛ, или команда, которая где-то там будет выступать и ни за что не бороться. Ну, да, в этом плане, на самом деле, я не говорю, что там точно принят, неправильно, наверное, я просто предполагаю, что такое может быть. Так-то, Енисей, это очень сочный вариант, если так рассматривать, они под задачу и с финансовой возможности. Ну, в тот момент так не казалось, кстати, что они именно под задачу, как я понимаю. Ну, нет, я знаю, что там все, да, все знают, что там есть, как минимум, деньги и желание что-то серьезное строить. Ну, да, да, но плюс у Дмитрия Викторовича были свои обстоятельства, почему он там, ему надо было... Личного характера. Да, личного характера, почему ему надо было оставаться в тот момент в Москве. Ну, и команда Тудроц, это хендмейт команда Викторовича тоже, я имею в виду футбольная часть, он все это выстраивал долгое время. Там, все люди из персонала, я думаю, они полностью под одобрением Викторовича были взяты именно в футбольной части, правильно же? Это тоже дорогого стоит. Нет, некоторых мы сами находили. Ну, естественно, с одобрением, да. Ну, плюс-минус, да. Если вспоминать точно, не все даже с одобрением. А, да? Ну, брат, да, у нас бывало такое... Не, ну они тоже стиля бам. Куда мне его, блядь, засунуть? Куда? Слушай, я гаучиваю тебе как? Можно я? Можно, да? Не, да, вот, блядь, вот... Вот, смотри, вот руки прочь, вот прям вот... Слушай, ну, недавно был пост от Димы, что гаучи у вас не забивает, и там, я не помню точно формулировки, но что, дайте нам, мы его, типа, раскроем. В пакете с крабом. Вернем рот. Они не дадут, они, он крапа, поэтому он уже в золотую конец попал, этот крап. Крапа могу обменять на Алишера. Ну, хороший, брат. Ну, и про Алишера я тоже могу сказать, вот они там про гаучи говорят, я тоже могу сказать, чтобы Алишеру дальше расти как личность и развиваться медийно, ему нужно сделать следующий шаг, чтобы сделать шаг даже в профи, ему нужно пойти в ту команду, за которым будет всегда именно топ давления, топ поддержка трибун, именно слежка, и именно в Тудротс он сможет из любой, вот только из Тудротс он сможет перейти в команду РПЛ, а из другой команды другой он этого не сможет сделать. И плюс максимально раскрыть себя как личность, он только сможет в Тудротс, ну, значит, я могу такой пост накатать, и чё, блядь, и чё, типа они такие, ну всё, отпускаем туда Алишера. Ну, никто, короче, так просто не отдавать, понятно. Ну, понятно, но просто вот факт, остается фактом, я смотрю на МФЛ, очень много качественных, достойных игроков, но я бы только гау выделил. Я думаю, то, что у Дротов, допустим, по отношению к нам, ну, больше футболистов, которых они бы могли цепануть, но вот гау, он прям такой сладкий пирожок. То есть, типа, из всех игроков только гау? Да. У кого? У гау еще, прям, реально. Я всю Лигу, чем могу сказать, никого больше не взял. Ну, некий тебе предложил вариант обмена. Ну, да, спасибо. Человек из золотой клетки отпускает Ватенцова. Ватенцова, ты хотел перевоспитывать? Золотую. Ты хотел перевоспитывать? Да не хочу, уже так, ну, слушай, я тебе предлагал нормальный вариант, ты мне подаю, хочешь игрока по середине сезона. После выпуска позвони людям, скажи, если... Да он мне сам, он мне сам, там же красиво сделан. Он мне сам, шарапку, там, блядь, x2 заработал. Он мне сам записывает игрушки, говорит, ну, че там, вот меня выкупить надо. Еще это дотрассер. Я говорю, что, я говорю, мне некий, я если буду общаться, то с некий, там, реши с ним вопрос, когда там тебя отпустят, тогда отпустят, что ты мне пишешь. Ну, то есть, я не понимаю эту логику. Он их игроков. Никит, что по золотой клетке? Что там, как ты его вытащить хочешь? Ну, в Броуке, в обменное Алишеро. Да ты урод, можешь что-нибудь нормальное сказать? В Демедию, бесплатно до конца сезона. Бесплатно? Бесплатно. Лотус, ну, за одну-две зарплаты, я думаю. Нет, дожди, но у Коли было условие, чтобы это не была вот эта аренная история, а чтобы это был полноценный трансфер. Ну, полноценный трансфер вот обменять на Алишеро вообще с кайфом. Вот прям вот пиздец с кайфом. Вы знаешь, братан, ну, и выпустить из золотой клетки. Ну, смотри. Это просто, знаешь, это как бы, вроде килограмм пуха и килограмм железа. Да, братан, это тоже самое, вы понижаете. Нет, 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 я не говорю, я не понижаю, я говорю про то, что это очень большие величины. Да, братан, это Паша техника на Иса по руке обменяет. Тебе тоже навел бы кипиш. Да вот в этот прикол, сколько кипиш бы он и навел бы. Райзер, есть одна очень, типа, большая медийная единица, и есть одна очень большая футбольная медийная единица. Да, но это медийная единица какого плана? Ты же понимаешь, что же цифры рознь. Если бы он был адвокат Егоров, который там дома строит в тайге, да, и набирает по 5 миллионов просмотров, это другого рода единица просмотра. А тут у типа, как бы, ну вот есть там пример его кента Володи, да, ну там такая, как бы, черная единица, она не особо нужна. Ну что я могу сделать, брат, ну как я могу? Сейчас не могу уже, все, трансферное окно закрыто. Мы до этого обсуждали, хотели бы его взять к себе, воспитали бы, сделали бы нормальным игроком, человеком бы, отправили бы обратно. Почти договорились. Зимой, я думаю, будет реально вот обмен Крапа на Элишера, а пока, походу, Крапа... Что я с ним зимой делать буду? Блядь, с Феррари тоже нехуй димой, зимой делать, блядь, подождешь весны, потом выгуливаешь ее. И, блядь, и там посмотрим, уже подумаем, братан, а я пока, блядь, на Рейнджике зимой поеду. А за сколько, сколько вы просили? За Феррари. Да, за Рейнджик. За Крапа? За Феррари. Разве что-то просили? Не, я спрошел, я говорю, давай. Что-то я вроде тогда и сказал, давай на Элишера махаться. Ну, я ему предложил, говорю, Некит, давай ты отдашь нам Крапа вот сейчас на Кубок Лиги, мы тебе его обратно вернем. Вообще, Гуччи типом будет. После пятого тура? Не после пятого тура. Перед сезоном? Еще даже до сезона было. Ну, это когда... Разговоры были какие-то. Да. У него же там это раз в месяц всплывает. Ну, короче, какой-то из моментов я ему говорю, давай, Некит, дай нам игрока, мы тебе вернем вот единицу. Прямо он будет режимный, все дела. У меня даже план был, как бы, как это можно было добиться, но Некит говорит, нет, он просто, знаешь как, смотри, в другую команду он бы отпустил. Я это знаю. Еще ты взял? Да, братан, ну что ты там? Ну, вот ему бы реально бы сказала, вот, народная команда, вы же отпустили его? Ну, народную то, там, братан, ну мы договорились, как бы немножко, там, блядь, туда-сюда подвигались. Не, ну если бы немножко, мы бы тоже могли бы дать, немножко. Ты бы мне предложил немножко. Ну, я не знаю сколько, но я бы предложил 1200 бы за аренду. Не возбуждает, да? Как Снеги должен сказать, что у Феррари это аренда на день, как бы, надо понимать. Ну, не знаю, Сев. Ну, для нас бы, конечно, это было бы на тот момент, если брать на целый, на целый кубок лиги, интересный медийный кейс. Плюс он возвращается к ним, все вин-вин. Но ребята решили вот зажать, я не знаю зачем. Теперь у вас золотая клетка образовалась. Раньше была свободная команда. Ну, будем смотреть, как ситуация будет развиваться. Ну, а сейчас она в какой фазе? Ну, Крабжин написал свой пост. И здесь надо, ну, смотреть, будет к нему интересно. Просто он сначала интервью дал, потом пост. Не, ну, а прикинь, если вот он этот пост сделал, и в итоге никакая команда не захотела его к себе брать. Пожди, а контракт на обязательстве? Так сейчас как ты возьмешь ты его? Может, что-то с ним подписываешь? Да, да. Ну, до конца года? Возможно, даже на следующую медиалигу, типа, она заходит. Ну, где бы вот в этом районе. А, ну, то есть у него там, по-моему, 25-й год заходит. Да, да. Федос, ты пропустил, наверное, интервью. Было интервью Коли Осипова. Я видел все. Видел, видел, видел. Мне он сказал, что можно даже в нетрассе. Видел, видел. Это же интервью-то сегодня появилось? А Краб интервью дал тебе позавчера, пятницу. Это давно было, да. Ну, а сегодня он пришел на Энни Гивенманды и написал пост в Телеграме, что он, типа, ищет команду. Понял. А пока не было такого, что какая-то команда сказала, вот мы хотим взять Краб. А он общался с вами вообще на этот счет? Сегодня он не приехал на тренировку и поехал на Энни Гивенманды. Я написал, Краб, ты совершаешь, типа, блядь, у тебя охуенная логика. Ну, это просто странно. Ты сначала даешь интервью, потом ты едешь вместо тренировки. Ну, естественно, у нас был диалог, на что там он сказал свое мнение, что он там не будет играть. Все такое. Но я считаю, что просто Краб в очередной раз, когда, опять, вот прикиньте, как тупо. Он весь сезон плюс-минус не косячил, все было нормально. Должен был уже выйти с Fight Night, не вышел, блядь, из-за того, что время кончилось. И у него сгорела жопа на это. Ну, даже если бы он вышел бы в конце, ему что, нормально было бы выйти на две минуты? Не, ну, хочет больше играть. Просто получается, для него, в любом случае, как бы, сложность, которую он доджит. Ну, пройди через этот период, пройди через этот момент, когда тебя проверяют временем, и все эти рано или поздно точно выпустят. Ну да, и не на косячь во время. Расшифруй людям, что такое доджить. Избегать. Да, избегать. Я просто сейчас решил посмотреть пост в телеграм-канале Краба, пока я искал, нашел возможность от Краба, Краб-бот. И мне кажется, Краб вообще не понимает, что ему делать по жизни. То есть я просто вообще в ахере. Прикинь, реально, ему просто надо было не опаздывать, чтобы играть в составе. Что вообще с ним дальше-то делать? Я прям, правда, не понимаю. Мне кажется... Не, ну, там не только не опаздывать, я думаю, ему еще нужно установку. В моменте, ну, Некид просто сказал, просто, блин, приезжай вовремя, чувак. Он же опоздал в итоге. Вы дисциплинированно, да. В итоге опоздал все равно. То есть, причем на предыгровую он опоздал. То есть, это вообще самое гениальное, что... Ну да, а потом, типа, вот все виноваты, блядь, тренер, там, типа, руководство. Там уже Краб что-то выдумал, что, блядь, когда что-то я к Викторичу подходил, и я сказал, там, мне надо Краба выпускать, а выпустить там другого. Ну, то есть, знаешь, вот, братан, это вот у многих футболистов я вижу такой, он там тоже из нашей команды уходит, потому что он мало играет, блядь, а потом следующий, и следующий опять уходит, потому что мало играет. Ну, короче. Короче, Некид, ну, давай эксперимент. Ну, вот, он пишет, тихо, тихо, тихо. На следующий турнир отдаешь его нам, и смотрим, что сделаем с человеком. Вот просто без... Если что, методику бесплатно отдадим. Вот как... А, то есть, методику. То есть, вот это весь бартер, то есть, со своей стороны методички... Что тебе изменит, там, я не знаю, 200-300 тысяч? А что методику? Так, я тебе говорю, что мне надо. Ну, посмотрим, вот, Краба возвращения в большой футбол. Дорога к РПЛ, начало. Блин, подожди, ну, просто вот, ты говоришь уже не первый раз, у вас был Володя, и мне кажется, у вас вот этот кейс с Володей провалился. Нет, слушай, кейс с Володей, братан, надо, надо, не могу подоить, блядь. Это, там, у Володи есть определенные особенности, связанные с определенными вещами, которые не позволят ему быть благополучным кейсом. Подожди, у Техилы он сейчас полгода благополучный кейс. И я видел, что с Володей... Какой он благополучный кейс? Он играет в футбол постоянно, он постоянно играет в футбол. И на стримах запускает... И на стримах запускает... Это было давно, это было полгода назад. Полгода... Да, 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 ну, слушай, вот сейчас... Я не то, что прям вовлечен, но то, что я вижу, вот мы ездили на выезд с Володей, он действительно держится. И я не знаю, как там Саня этого достиг, но он действительно держится. Вот мы узнаем у Саня и возьмем Крапа и его наработки с нашими тоже инновационными идеями будем использовать. А так, если на полном серьезе... Братан, тут все равно нужен обмен, нужен обмен. Мне нужна твоя методичка. Ты мне скажи тогда на кого. На самом деле, если говорить серьезно по Крапу, без рофла, его нужно из медиаполя срочно вообще... Так ты же хочешь его взять и как раз медиаполя опрокинуть? Я уже не хочу. Это просто такой разгон ради теоретической идеи. Не, братан, да, вот на самом деле у нас была такая немножко тактика. Вот сейчас вот этот момент, что мы такие чуть-чуть, знаешь, что если вдруг он там как-то косячит или опазывает, мы такие, Виктор, давайте не будем из этого, блядь, прям, вот ебать ситуацию делать. Да, да. А больше, что типа, вот знаешь, ну и Викторич тоже такой, вот он опоздал на предыгровую, и он такой на него посмотрел, спасибо, что хоть пришел. То есть, знаешь, там не было вот этого ультиматума, либо Крап уходит, либо я, то есть, знаешь, это все будет как-то спокойненько. И чувствовать, что, блядь, Даня реально вот, ну, братан, вот как бы это парадоксально тоже не было, он начал, блядь, приезжать более вовремя, он начал там с Гатаговым чуть-чуть ему объяснять какие-то вещи, он начал реально выкладываться пиздец на тренировках. И ему говорил тренер, что ты получишь свой шанс. И он якобы его не дождался. Я записывал видос с Крапом, и мне тоже показалось, что он чуть-чуть остепенился. Что в нем даже комменты, если почитать под видосом, есть вот ощущение, что он, нет, он не то, что все, он другой человек. Это ни хера не так, это не так. Ну, как будто бы что-то там чуть-чуть по-другому заработало. Я, кстати, вот нашел этот пост его, и вообще я не знаю, почему нет команд прям, которые обращаются активно, потому что он написал, готов для предложений, пишите, кто хочет поднять кубок в Баку. То есть он гарантирует кубок, по сути, если команда его берет. И мне кажется, это хорошее такое обещание. И дальше по-английски I'm ready. То есть, мне кажется, заявка мощная. Я готов. Спасибо. Спасибо. Ну что, русско. На это сегодня отвечает за перевод. Количество клоунов и говна в разы меньше, чем пальцев вверх и лайк. Ладно, ну покрапывайте. История, да, уже может дальше двигаться. Все понятно, он в тот родственник, куда он не уйдет. Нет, ты подумай сегодня вечером. Может, у тебя найдет список, и ты мне пришлешь, скажешь, ну вот можно насчет этого подумать или этого. Может, у вас найдется реально, можно обменьшить. Как, братан, Америка с Россией, оп, обменялись студентами. И нормально, блядь. Work and travel. Да, сделаем небольшой work and travel. Ты переведешь? Да. Work and travel. Ну, работа и путь шестер. Спасибо. Тут еще, на самом деле, очень классный у него прям, ну, обзор телеграм-канала Крапа. Тут 30 сентября работаем и ждем шанса. И следующий пост. Free Krap. Я сейчас свободен, голоден до игры в футбол. Прежде чем продолжим, напомню, что крайне важно перейти и подписаться на наш телеграм-канал. Наш канал называется Это Медиа Футбол Бро в Телеге. Обязательно приходите, подписывайтесь. Там все самые важные анонсы, все инсайды, новости и так далее. Поэтому находите в Телеге, переходите, подписывайтесь. Мы вам будем за это очень признательны. А мы продолжаем. Райз, к Брук. Я думаю, сами понимаете то, что не тот результат, который от вас ждали сейчас. Который мы от себя ждали. Что происходит? Что мы сталкиваемся с определенного рода сложностями, которые нужно преодолевать. И чем меньше мы этих сложностей можем преодолеть, тем сложнее нам идти дальше. Это речь на Оскар только что была по ощущению, да? Вот плюс-минус сейчас вы вносите. А у вас было два... Четвертый сезон, где финал дошли, и пятый? Да. В третьем? В третьем... МКС был финал еще. В третьем 1-4. Ну, это в 23-м году было. В третьем 1-4. У нас были 1-4, потом финал, финал, финал. Ну, нормально, короче. То есть планка довольно высокого уровня. Атамкалы вылетели. Поэтому да. Но ты понимаешь, что не так? Потому что в момент, когда вы меняли тренера в момент полуфинала прошлого сезона, вам не нравилось не только результат, но и игра. Да. Сейчас я так понимаю, вам не нравится вообще все. Ну, очевидно, результат. Нет, ну я бы не сказал, у нас игра все равно изменилась. Она стала более активной. У нас больше прессинга, больше бегать. То есть претензий к игре нет вот как таковых? Нет, есть определенные претензии. Это нормально, когда ты недоволен какими-то аспектами игровыми. Но они не такие прям критичные. Наш план нас устраивает, игровой. Он требует большого количества сожженных калорий. Просто вопрос, насколько мы эффективно можем их сжигать сейчас. Мы должны больше бегать, быть более активными. Игроки, которые раньше освобождались от игры в обороне, они сейчас не освобождаются. Бегут все. То есть и крайние напы, и полузащиты. Просто слышал и твою, и Димину реакцию после каких-то таймов или матчей. Вам вообще не нравилось то, что происходит на поле? Вы говорили, это не футбол, это невозможно смотреть. Нет, не было такого. Я не говорил, что это не футбол. Дима, насколько тоже невозможно. Я могу сказать... Про пенсионерский, по-моему, футбол или что-то такое? Ну, был какой-то один матч. Но вы можете сюда Диму позвать. Соска, по-моему. Он вам скажет. Ну, этот счет, да, Соска. Здесь, во-первых, я считаю, что у нас действительно сложный календарь. Его нельзя не дать себе. У вас все топы. Это хорошие команды. Даже те же СКА, это очень полотная команда по именам. И им сейчас будет проще. У них там плюс один медийный статус. Что касается игры, да, действительно, у меня есть вопросы к ряду позиций, как они меняются или как отрабатывают на своих позициях игроки. Это нормальная история. Они у меня были в каждом сезоне. Постоянно идет дискуссия с тренерами. Мы все время обсуждаем и модель игровую, и предлагаем свои какие-то варианты. Мы там где-то хотим, чтобы играло большее количество замен. Есть еще позиции игроков, что они где-то не хотят меняться, чтобы у них больше было игрового времени. Просто мы сейчас находим тот самый баланс, который даст нам определенную модель игры, которая будет максимально эффективной. Плюс здесь нельзя еще сравнивать матч от матча, потому что они все идут с разным сценарием. Если с дротами ты знаешь, что они побегут тоже забивать гол, и у вас будет игра на встречных курсах, это одно. С десятка тоже футбол играет, это тоже у тебя будет матч на встречных курсах. Только там начинает модель игры меняться, у тебя уже позиционная атака. Позиционная атака – это очень сложное дело, здесь нужны тонкие связи между игроками, и в принципе ее никто не может играть. То есть тут может забивать только за счет навесов или грубой силы. Так в целом, да, мы показываем сейчас действительно андер перформанс. У нас не должен был быть такой результат. Низкий уровень результата, короче, показывал. Но ничего не потеряно. Более того, ситуация максимально интересная, потому что мы подошли к праймовому Амкалу. Я думаю, все могут с уверенностью сказать, что это лучший Амкал в истории по игре. Все могут так сказать? Вот сейчас. Ну, по результату за последнее время точно один из сильнейших. Я не скажу, что прям по игре мы как-то, ну, какой-то прям супер какой-то футбол показываем, просто он решает. Не, ну просто Амкал до этого в такой футбол не играл. Вот Амкал Миллера в Казани хороший был. Вот хорошие перемещения, хорошие атаки, типа, ну, не знаю, вот мы с ними не играли. Вот этот вот, по вашим ощущениям, это вот сильнее? Ну, это просто дает результат. Ну, хотя, блядь, ты не сможешь никогда сравнить, знаете. Да, понимаешь, вот условно у Миллера может быть классный футбол, он в Скаростов тоже сейчас классный футбол выстраивает, и тем не менее сейчас у них результаты не лучшие. При этом, а с кем играл Амкал? Мне кажется, в нынешнем Амкале сейчас пока что все складывается как надо. Да, и тут и по атмосфере все. Ну, конечно, я специально говорю пока что. И вот самое хрое, что вы вот в этом всем подходите, блядь, к ебаному матчу именно с вашим, блядь, это вот, это круто. Вот этот матч, вот, мало матчей, который... Хороший формат, да? Какой, наш этот? Да. Отличный, да. И, не, хорошо, что есть вот, знаешь, я думаю, что в целом немного матчей с другими командами есть, которые вот меня могут действительно заинтересовать. А тут я прям, ну, блядь, вот реально, рамовый Амкал против Броуков, который проиграет, чемпионов, которые underperformance, но которые, вот, блядь, ну, как не... Вот в этом матче все начнут именно включаться, пиздец. И кто из них проиграет, та команда расстроится, что она недостаточно, вот, показалось. Нет, это, этим, на самом деле, матчем можно Амкалу очень жесткую подножку подставить. Пиздец. Так, это по ходу игры. Ну, как Лаврина тогда, вот, на МКС. Нет, и они, надо сказать, и они нам могут так дорогу очень сильно усложнить. Они могут за все нахуй сейчас, вот, блядь, за Сибскану в ринге, блядь, могут отомстить. Поэтому этот матч пиздец накану много. Нет, матч, реально, вот это чистый, потому что, понимаете, ну, конечно, я хочу сказать... Ну, конечно, ну, я хочу сказать, что я этот матч ждал, еще на тур раньше. Я вот понимал, что нам нужна эта игра. У нас есть определенные игровые сложности, какие-то моменты, коллектив, не коллектив, все это бурлит, мешается. Но есть момент, когда позади Москва просто. Ну, все, а ты готов вот Наполеончиком становиться опять? Я вижу поэта сейчас перед собой. Я не вижу уже, Тёмок, все. Я уже другой, я уже другой, я буду сочинять стихи на поле. Да, да. Они будут восхищаться, мы имели чады, и перестанут. Ихай думает, блядь, где тот райзен, который пиздил в нокауты людей, блядь. Он всегда это смотрит и думает, ебаный рот, где наш президент, добро, один поэт, второй стример, блядь. Передом кавелом они думают, блядь, где наши Наполеоны, ебанутые. Мы меняемся, братан. Я Наполеону всегда остался там взгляде. Ты понимаешь, я посмотрю их капитану, который толкает речь в кругу. И он езжал от этой руки, братан. Я напомню пацанам, я зайду в раздевалку и скажу, ребятам, время наполнит, блядь. Ребят, послушайте тишину. И за меня скажу не я. Скажет тишина, братан, которая всё помнит, что было позади. И этот матч будет с накалом, которого не было прежде. Ведь мы можем упасть в эту пропасть. Можете. И нас может бить наш худший враг. Мы не можем себе позволить. А может быть, что? А может быть, мы будем вот здесь так стоять. Они на нас побегут. Степ бэк. Шаг назад. И они там. Короче, это чистый кайф. Но рост наполеоновский. Сука. У вас тоже там один бегает, Шкет. Немного драматизируешь ситуацию. Ведь даже если вы вдруг проиграете, то вы в худшем случае опуститесь где-то на 9-10 место. В худшем случае на 9-10 место. И сыграйте с банкой. Почему с банкой? Ну, потому что она в конце. А типа 9-й играет. 9-й играет. Да, братан, банки тоже можно закататься. Тоже банка. Там футбики бегают. Я не знаю. Иногда включал матчи с Демедиа периодически. Я там смотрел 10 минут игрового времени. Они атаки создают. Ну, то есть у них нет такого, что там бегают. Знаешь, реально. Я вот думал банка, там думал, Форзе Резер, вот это вот все, да, там вот эти, Миша Малаша, все это бегают. Миша Малаша. Братан, я включаю, там бегают футболисты, блин. Ну, единственный, конечно, вот топ игрок, реально, вот любимый Фидос, он где надо. И то он не пускает того, что он в Бомкале пускал. Играет нормально, то есть у него голы не прям привозные, блядь. Да, посмотри, Крилай. Он расслабился, ну, расслабился, и все, нормально. Играем, и все, но тут же нет такого, в принципе. Ну, а ты думаешь, что это не так? Охолок, или еще, я не понимаю, что смысле, блядь, нет такого? Блядь, он говорит, нормально, то есть, команды чемпионов, проигрываются к заклятому врагу, когда у них какие-то есть деления внутри, и после этого, когда один тур до конца, типа, на 9-е, 10-е место, да, это для тебя окей? То есть, они увольняют тренера после поражения в полуфинале, блядь, и там, 1-0? Нет, потому что шансы на плей-офф там точно не потеряны, ну, вообще никак. Блядь, они не потеряны, но ты понимаешь, что это все равно, это не то, что, блядь, это нотдаун уже, конкретный. Ну, тебе, братан, это в любом случае бьет, блядь. Ну, тут, я думаю, что Сева просто, я говорю, чисто право, сейчас. Сева, там, ты, наверное, ссылаешься на пост Димы Егорова, который он написал, если обыгрываем Амкал, не пускаем их в финал четырех, уже точно. Ну, много и на кону. Если проигрываем, не попадаем в плей-офф и вряд ли занимаем десятое место. Да, я больше про это говорю. То есть, назовем это золотым веком Броука. Артем, ты не говоришь, что мы не попадем дальше? Я не говорю, я говорю, что сама ситуация будет плачевной. В любом случае, будучи чемпионом, оставлять решение своей судьбы на последний тур, это не в сторону, типа, ты попал в топ-2, да, а в сторону, ты попал в топ-10. Типа, именно в топ-10. Это какой-то, ну, нонсенс. Не надо нам таких приколов. Но я думаю, что Амкал даже в случае поражения может попасть с первого-второго места. Там же еще супер-челлендж. Все-таки говорят, блядь, если кто-то выиграл. А вы выиграли, среди вас Амкал имеет супер-челлендж? Ты имеешь супер-челлендж? Вообще, когда-либо мы выигрывали челлендж? Нет, слот в супер-челлендж-то есть? Мы выигрывали сто процентов. Ну, вот у нас тоже слот в супер-челлендж есть. Я хер его знает, ясно. Окей, расскажи, как... Да, да, мне кажется, был. Скорее всего, да. Как на всю команду повлияла вот та история с премками и с уходом Мушвига? Ну, как повлияла? Сделали выводы. Кто? Все. Какие? Каждый свой. Ну, ты какой? Ну, то, что вот я буду, я уже озвучил это на этом месте, что я буду аккуратней вести контакт с игроками. И более четко рассказывать о своей позиции, продумывать заранее все варианты возможностей, там, развития событий. То есть я теперь, как бы, знаю, что есть определенный уровень субординации, который нельзя нарушать. И стараться с игроками говорить на более формальном языке. Это важно. чтобы все знали, что от кого требуется. Почему Димы не было на последнем матче? Ну, я думаю, он сюда может позвать. Не, ну, ты тоже знаешь. Я не знаю. Во-первых, у него было... А, да, он расписал, да, то, что были семейные обстоятельства. Да. Вот, но он еще писал про то, что... Вот точную цитату не помню, но что команда его предала. Ну, да, и зная Диму, что даже в семейное обстоятельство, типа, он бы приехал просто ко второму тайму, если бы он, пиздец, бы хотел. То есть, значит, что ты, ну, и вот эта фраза предала. Ну, и контента тоже делал. Поэтому, ну, мне, чтобы ответить на этот вопрос, я не могу ответить его за Дим. Понимаешь? А как ты думаешь, почему, типа, он говорит, что его предала команда? Это, типа, вот... Ну, мне тут сложно сказать. Я говорю, я не могу говорить за человека. Ну, вы это обсуждали, ты не можешь это не знать. Нет. Мы это не обсуждали так. У тебя такого ощущения не складывалось? Ну, у меня разные есть ощущения. Просто я понял, что, допустим, в моей ситуации что-то говорить, лучше промолчать. Потому что я вот тоже там наговорил, много непоняток возникло с этими премками. Потому что я даже не помню, что я там говорил по итогу. И ничего не исключаю. А в итоге смуты много было. Здесь с игроками конкретно у нас сейчас такой период, когда наша команда проходит проверку на прочность во всех областях. Это нормально. Мы здесь либо станем сильнее, либо изменимся. Это такой процесс, который должен быть. Мы должны проходить и стадии. Потому что, поймите, состав у нас довольно продолжительное время уже не меняется, костяк его основной. И вы понимаете, допустим, ребята из Тудроц могут это понять, что такое новый поиск мотивации для каждого игрока. Потому что если у тебя собственного запроса не будет на то, что ты хочешь чего-то большего, общий запрос тебе не поможет. У нас-то общий запрос всегда будет максимальный. Мы не можем останавливаться. Мы бежим. Понимаешь, у нас, если мы встанем, все, пульс закончится, мы умрем. Мы, как проект, не можем останавливаться. Тут вопрос другой к игрокам. Насколько они готовы из себя выдавать максимум и понимать критичность происходящего. Я уверен, что эта неделя пойдет всем на пользу. И то, как мы будем преподносить этот матч, и те смыслы, которые мы будем закладывать, они по итогу разрешат все сложности или недопонимания, если они есть. Депутат. Он реально будет определяющим для вас. Я прям уверен. Это то, что вам нужно было сейчас в плане драфта. Сто процентов, да. Лучший матч здесь. Ну, а вот Амкал, если проиграет. Это типа ударили по самолюбию? Я думаю, нет. Это будет неприятно, но это, по сути, сейчас хороший запас прочности. И это же видно и по таблице, и по игре. Ну, зайдем на первое место и упустить его, грубо говоря, проиграв Броуком. Да, неприятно. Не-не-не, проиграв, не знаю, не-не, проиграв Броуком, это немножко другое. Если бы мы там проиграли кому-то вообще аутсайдеру, вот слететь с первого места, проиграв аутсайдеру, это дерьмо. Слететь с первого места, проиграв Броуком, неприятно пиздец, но точно не ужас. Ну, то есть, это знаешь как, вот мы с вами играли. Да, вот знаешь, отцовь, а вот у меня как раз, вот я просто даже в майнсете думаю, а я такой представляю, что как раз вот проиграть первое место Амкалу, Если бы мы в очном матче проиграли Это пиздец Это намного хуже, чем если мы проиграли Для вас я объясню, почему здесь Смысловая нагрузка тоже сложная Потому что вас сейчас Единственное, за что обвинять, что вы играли против несильных команд А сильными командами Такие, как Тудротс, вы проиграли То есть для вас проиграть, по сути, второй топ Команде Это будет значком Того, что... Мне кажется, все это немножко нивелировалось после Алании Во-первых, то есть мне кажется, что наш Турне в Кубке очень сильно поменяло Мнение по поводу того, что мы проиграли Мы проигрывали топом, но выигрывали слабые команды Ну, с Алани мы точно играли отлично И мне кажется, что это немножко стерлось И Аланя в целом не... Ее надо было пиздец обыгрывать Слушай, по ходу игры Мы точно могли забивать три Вот прям сто процентов, а то и больше Ну, короче, глобально я просто слишком легко разделяю Важность результата Как результата в плане таблицы и всего И важность результата в плане эмоций В плане эмоций пиздец Это прям дерьмище будет для нас всех, я считаю То есть, насколько Райзен говорит, что мы принципиальный Главный враг, да? Ты правильно сказал Вот, настолько я это разделяю То есть, я действительно считаю, что Броуки для нас Ну, по уровню соперничества У нас только две команды есть Которым вот такой вот будет матч Это вы и Броуки Но с вами какой-то уже джентльменский футбол получается С ними точно не получается Особенно в Нижнем Да, нормально, ну честно Ну, бля, Нижний, согласись, Нижний единственный матч За всю серию игр, в котором вот сорвало С момента, с 21-го года Это вообще не матч был, я как-то вспомню Два часа просто я стоял, ждал, когда там команда Размерится, уйдет Да, да, то есть, вот в 21-м году был накал Когда там ебла летели Когда вот это вот все И с тех пор, в принципе, не считая Это не контакт для пенальти Сильно особо такого ничего не вспомнишь Ну нет, они были эмоциональные тоже Но там как будто больше было направлено Без агрессии К друг другу Какое-то все равно было джентльменство То есть в Казани В Казани дрот Мне кажется, это нечто похожее на то, что происходит у вас Да Броуки, тут дрот Тоже такой на респекте Как будто всегда происходит А вот именно И при этом попиздились И при этом попиздились Как-то очень аккуратно Такие вышли Нет, там было неаккуратно Но это тоже было достаточно давно И с тех пор ваши матчи происходят достаточно на такой уважительном На уважительном тоне Но вот эта игра Амкал Броуки Это, конечно Во-первых, ее не было больше года В последний раз вы играли на чисто кубке Но это не считается А до этого был сдвоенный матч Сначала на МФЛ С легендарным буллитом Швена А потом легендарный матч на МКС с голом Шины 3-1 И это тоже матч Там же вот тебя Ну, а скипиш был С черным То есть тоже это Не то, что шину забило Там еще и пиздец Скандальный был Под день в целом И то есть, прикинь Такие два матча Вот были Да Круто А вы как к этой игре подходите? Как к тому, что это что будет? Вот такая Чисто футбольная Джентльменская заруба? Мне кажется, такое никогда не знаешь Или гиперэмоциональная И понимаешь, что тут может сыграть так, что Мы, допустим, играли с Амкалом Как-то, по-моему, во втором сезоне Или в третьем Я не помню Где вообще 0-0 сыграли Да, вообще ничего не происходило Второй сезон Может сказаться в том, что все будет закрыто И максимально в себе Знаешь А может быть так, что там где-то Кто-то что-то скажет Оно пойдет, поедет И все И дальше уже ты не понимаешь Что происходит Это начинается спектакль Я, честно говоря, не верю, что будет закрыто Потому что с того момента Второго сезона Все пиздец Как изменилось В наших взаимоотношениях По моему ощущению То есть я вот даже недавно вспоминал Как раз на фоне там фильма С Финита Я вспоминал и так далее Что мы же вообще с вами были супер друзья Вот был момент, когда мы Слушай Нет, нет, это было действительно Было месяца 2-3 было Да Легендарный кубок Рутуба Где мы там бухали в одной И там это было круто С момента создания Брукбойс До момента первого матча официального Амкал Брукбойс на МКС 2022 Кстати, обо всем этом мы вспоминали В нашем новом формате Чердак Обязательно смотрите Спасибо, что поддержали Там много просмотров Для нас это очень важно Мы, кстати, запишем промо К этому матчу Где вот историю противостояний Как раз поднимем Такое промо Большое сделаем Интересно вспомнить Какая же была история всего этого Но она действительно Емкая Энергии в ней много А мы скоро выйдем с новыми выпусками Чердака Вы Продали Мушвига Скоростов Какая стоимость? 250 тысяч 250 тысяч Это примерно Чуть меньше трех зарплат Не максимум Не максимум Ну, мы изначально Хотели чуть больше Но они сказали, что у них есть только 250 Это единственный был реальный вариант На продажу Но мы знали, что мы в любом случае Игрока отпустим А тебе было принципиальное Его убрать из команды Ты не рассматривал вариант Чтобы он доиграл сезон все-таки? Нет, не рассматривал Почему? Я еще на столе хотел это сделать Просто Дима попросил Я согласился с его мнением Не убирать Не убирать, да Так я уже понимал, что это конечное Я понимал, что он хочет остаться Но это история игрока Здесь история моя Как человека, который этот клуб создал В нем много времени провел Я вот конкретно его поступок Считаю предательством Приход сюда с папкой Находясь в команде И все его действия Поэтому Я знал, что он не будет в команде 100% Поэтому я его выгнал На следующей же тренировке после стола Что именно предательство? Ну, как ты находишься внутри команды Приходишь на стол На стороннюю передачу Ты даже не просишь записать там ролик Допустим В ролике Где-то записаться внутри твоей команды Или стрим провести Где ты хочешь там выяснить отношения Ты приходишь на стороннюю передачу С папкой Чтобы кого-то там Якобы там По каким-то пунктам разнести Хотя эти пункты Не являются действиями Поэтому это странно Для меня это предательство То есть человеком много эмоций Пережил вместе И не ожидал, что все к такому приведет Ну, как есть А по поводу ролика Он же сам отвечал на ваш ролик Правильно? Ну, так ты же, если не согласен с роликом Ты можешь как минимум подойти и поговорить А почему вы его изначально не позвали? На этот ролик? Потому что его не должно было быть там Это наш ролик Мне кажется, вот его именно это задело Это президентский ролик Где мы говорим Вы в медиа выкладываете инфу Где обсуждаете его Он также в медиа приходит и обсуждает вас Нет, это разные истории Мы это делаем на своей площадке А у него нет своей площадки? Нет, он может прийти к нам И сказать Я хочу с вами провести стрим Выяснить относительно этого Или записать ролик Он может подойти ко мне Поговорить на этот счет Если что-то не устраивает Ты же не подошел к нему Перед этим поговорить? Моя работа делать контент Нельзя Вы не понимаете Моя работа делать контент Я вещаю то, что есть внутри команды Почему я должен кому-то подходить И отдельно разговорить Что я пронеслипшу ролик Ну, и он спокойно может прийти сюда И тоже сделать контент Ну, для меня это предательство Он мог прийти на нашей площадке Это взять Либо поговорить Я не вижу смысла Допустим, пытаться там Кого-то разносить по факту Который находится внутри моей команды Даже если он в чем-то неправ Если бы у меня было желание Ну, я бы то мог сделать Там в своем телеграме или прочее Там долгая история Которая связана с многими аспектами Но конкретные высказывания По поводу того, что ему не заплатили зарплату Это максимальный уровень клеветы И я не знаю Либо он глупый Либо он просто глупый Это возможно Тут я не знаю всех нюансов Ты не допускаешь вариант, что Ну, что он просто До конца не разобрался И он точно не понимает Каким образом Знаешь, вот футболисты Они не всегда Вдаются в детали В какой день платят зарплату Что там Ну, он мог просто не рассчитать точно Ну, он же так не говорил Он же утверждал Это же другой момент Подожди Ну, ты же говоришь Ты просто человека обвиняешь в том Что он по факту Ну, тебе там Вор там Я не знаю Забрал твои деньги Он тут на столе Еще озвучил Вот эту тему С 10 миллионами Что ты Команде Это пообещал Я даже не помню Где мне Пусть хотя пролик покажет Я даже не помню Где это было сказано В любом случае Это история Которая Так или иначе Не была сказана Перед всей командой Это могло быть где-то там сказано Вскользь между победой Но это явно было Не перед всей командой Сказано Как это делается На официальных собраниях Где мы перед всей командой Встаем и говорим Ребята, в этот такт А такт распределяется Нигде это не писалось Чат и прочее Сейчас я уже понял Что нужно быть аккуратнее В момент Когда у тебя есть Эмоциональные всплески И в любом случае Скажи я это один Это то же самое Что условно Что-то сказал бы там Дима условно Да, с чем я был бы не согласен У нас должна быть дискуссия Всегда на этот счет Или я скажу что-то С чем был не согласен Был Дима Мы должны всегда Приходить к кому-то Консолидированному мнению И здесь нелогично Мне одному решать Какие премки Куда будут распредляться Тем более Этот вопрос мы не обсуждали Даже внутри руководящего корпуса Не говоря уже там О каких-то совещаниях С игроками и прочим Слушай, хочется только добить Один вопрос В любом случае с Мушвигом У вас на площадке Или на столе Были бы публичные дебаты А в чем тогда Не прав Мушвиг Выходя и говоря это здесь А не у вас Только в том Что вы потеряли единицу контента Не только в этом А почему? Я просто вот Раскрою Ну смотри У нас Когда мы записывали ролик Мы говорили об обстоятельствах Которые внутри команды Если ты как игрок с ними Не согласен Пожалуйста Но когда ты приходишь на стол И когда ты на протяжении Целой недели говоришь о том Что тебе неприятны Два человека в клубе А ты продолжаешь играть За этот клуб Для меня это неправильно Для меня это предательство Но если бы он при этом Пришел поговорить с вами На ваш канал Это было бы Да он мог не на канал Прийти поговорить Он мог просто прийти поговорить Как человек Сказать то что Мне это неприятно Давайте этот момент обсудим Мы со всеми игроками Ты как-то неубедительно Честно звучишь Да это ты неубедительно звучишь Как я то что У меня нет никаких тейков Сейчас вообще Чего это я неубедительно звучу Я тебе говорю о том Что человек Смотри Ты говоришь Почему он не пришел К тебе лично А почему ты не пришел К нему лично Ты говоришь Я должен сделать Единицу контента Тогда в чем проблема Что он приходит в ответ Сюда и записывает контент Если ты приходишь К человеку лично А он тебе отвечает В медийном поле Может быть какие-то вопросы И могут возникнуть Но если ты В медийном поле Что-то обсуждаешь Как-то человека Не позвав его туда Обсудить это Вместе с ним Он имеет полное право Моральное В глазах всей общественности Также сделать Обсудить тебя В медийном поле Смотри Если тебе не нравится Что-то внутри твоей команды Условно Если тебе не нравятся Президенты Да и прочее Ты вот берешь И говоришь Ребят Спасибо большое Мне вы не нравитесь Потому что команда Принадлежит нам С Димой И уходишь из команды В этот же день А по-человечески Если тебе что-то не нравится В твоих игроках По-человечески Если тебе что-то не нравится В твоих игроках Ты подходишь Ну И обсуждаешь это с игроком В первую очередь Это с ним обсуждалось Не ну вот именно Я так понимаю Что у него А что в ролике было сказано Такого Что конкретно Его задел Я не понимаю твоего тейка Про то что Какого хера Он приходит И в медийном поле В медийном поле Это не наша площадка У тебя есть медийное поле Клуб У тебя есть медийное поле Хотя бы телеграм Здесь история в другом Ты можешь выяснить У нас команда открытая Ты можешь все выяснить Внутри нашей команды Это Ну Ты понимаешь О чем ты говоришь Человек находится На протяжении Недели Допустим В клубе И говорит при этом То что Ему не нравятся Два президента Так уйди из команды Чего ты начинаешь Ну не получай зарплату Скажи все Уходи из команды Мы плохого По отношению к человеку Ничего не сделали Действий никаких не было Предпринято плохих Поэтому история Ну для меня это предательство Для тебя нет Ты можешь это воспринимать Как угодно Я еще раз говорю Я не спорю С какими Я просто не знаю Всех нюансов О чем Велось Ты даже не знаешь Что в ролике было сказано Да В нашем Честно Не смотрел У меня И к тебе именно вопрос Я вот спорю с тобой По поводу твоего тейка Что почему Ну да Мы это уже обсудили Задерживаем Мушвик продан Черный Что с ним Он стал играть Мне кажется Он стал даже больше играть Ну чем в тот момент Когда к нам приходило Его беспокоило Именно игровое время Он забил кстати Свой буллит За пенку Или буллит За пенку Ты говоришь Что он доигрывает контракт То есть продлевать Вы не планируете Ну пока нет Мы договорились Что контракт Мы доигрываем И потом уже Общаться будете Ну как минимум Есть еще Конец сезона Можно там будет пообщаться То есть у нас времени Этих рэперных точек Много Откуда можно Вести общение Жек Амкал Ну реально Круто выступает В кубке лиги По результатам топ Хотя некий Предлагал вспомнить Как Амкал играл Но Там были и Тудроц и Титан И два раза Лотус Лотус Демедиа Демедиа Или Тенеджи Или Тенеджи Ну то есть тоже не прям Что Прям все проходимые Знаешь Есть непростые соперники Ну непростые соперники Точно Но при этом мы видим Там крутое выступление В кубке России Мы видим Хороший Результат В кубке лиги Промежуточный Это невозможно Не связаться с тренером Это и надо связываться Расскажи Как вы принимали решение По нему Потому что Как я понимаю Ты был одним из тех Кто это решение принимал Герман поговорил Получается Ну точнее как Нам же его по сути Порекомендовал Виталий Викторович Миллер Они вместе работают В РФС В Академии И он нам посоветовал Примерно со следующей фразой Я вам точно говорю Это топ Я с Викторовичем Не прям знаешь Там всю жизнь дружу Но вот все время Что я с Викторовичем Миллером Общаюсь И знаю его Он еще ни разу Говна не подсовывал Реально Он всегда Если он говорит Вот это топ Это всегда правда Так и срасталось Когда мне Герман Передал Что это с такими словами Было сказано Ну про собственно Николаевича Я сказал Мужик Тогда берем Прям точно говорю Прям вот даже Если ты хотел моего мнения Даже не сомневайся Берем Потому что Если так советует Миллер Он не врет И после первого же общения С Николаевичем Я понял Это реально топ Ну то есть Он был прав абсолютно Я имею в виду Миллер Он был абсолютно прав Потому что Этот тренер Во-первых Первое что я почувствовал Что по вайбу Он Иваныч Чистый Иваныч Но с большим опытом Как тренер Иваныч У него был Охренительный опыт Футболиста Но как будто бы Долгое время Футболиста в себе Он не мог убить Он был футболистом Знаешь У Иваныча была Наверное Самая главная проблема Что он искренне не понимал Почему мы не понимаем Что надо делать То есть Ему Многие вещи Казались абсолютно Очевидными Типа вот так надо Вот это надо Потому что он охрененный футболист У Иваныча еще была Команда блогеров Я напоминаю Да-да-да Ему еще приходилось Там разжевывать Первое время А потом Когда уже пришли Там сильные футболы Вот он учил Например Да Вот Короче Когда уже пришли Сильные футболисты Иванычу было чуть тяжеловато Потому что у него Именно тренерского опыта Было не так много А тут У человека за плечами И Акрон И Крылья По-моему у него были Короче много клубов Разных либ Илья, Лябинск Акрон он выводил В ФНЛ То есть у него Реально очень крутой опыт И вот ты знаешь Когда я с ним пообщался Я понял что это наш человек Реально Вот он прям Не знаю Вот насколько Дмитрий Викторович Дротовский тренер Идеальный Я не знаю Вот то есть Мы сколько говорим Про Викторовича Я вообще нахрен Не представляю Тот розов без Кузнецова Честно Я просто не представляю Другой человек стоит Я такой Чугайнов Ну любой Любую фамилию Мне назови Я не знаю О чем ты говоришь Я реально Ты понимаешь Я смотрю на Кузнецова И вот он по вайбу идеальный Он по эмоции Кстати говоря Ну это я от многих слышал Что Кузнецов и Панов Похожи Очень похоже Честно Я тоже это почувствовал Даже есть одна нарезка На канале МФЛ Где они оба И сука одинаково Чуть ли не реально Слово в слово Это было очень похоже И Николаевич дал Правильный импульс На фоне того Что было Ну проблемно Скажем так С Славом Маратовичем То есть Ну по сути Давайте мы не будем На столе опять мусолить То что мы мусолили Два стола С Славом Маратовичем Хорошо проблемно Я просто не смогу Ну смотри У нас эмоциональный фон был дерьмовый Раздевалка была потеряна Объективно Ну то есть Мы об этом говорили неоднократно Это даже не говоря Про там Ту же Анастасию Юрьевну Их там Физподготовки В которых мы тут разбирались Очень долго Вот это вот все В совокупности И тут приходит тренер Который Уверен в своем В том что он делает Вот он прям четко уверен За ним идут Он говорит Я говорю Надо делать так Мне похеру Он говорит Мне надо чтобы вы Я не знаю Пример Отворот только длинная передача Вот прям нет Если сука Дашь пас низом Прям вот Ну пойдешь на замену То есть вот настолько уверенно И когда человек приходит Вот с таким вот посылом Футболисты его начинают уважать Ну просто по дефолту У нас просто в какой-то момент Такой был стак Такой был стак Что им невозможно было Работать с человеком В чьих словах Они хоть как-то сомневаются И это ну большая проблема У любых клубов То есть возможно Условно Дьяков может быть Не самый сильный тренер Но он авторитет для футболистов И пацаны это понимают во многом Потому что он пришел У него такой Ну как нет разве У человека такой бэкграунд За плечами В плане там Возможно он сильный тренер в том числе Мы не можем этого знать У него пока Момент знаешь какой Важно всегда смотреть Как преодолеваются трудности Да-да-да Если они создаются То есть когда ты говоришь И это тебе приносит результат То да, факт Люди в это верят Вера многое дает Потому что вот 2D допустим На этом они очень плотно Выступают до сих пор У них есть авторитет определенный У Виктора еще он всегда будет при нем И здесь как бы на этом можно далеко ехать Но стоит вот раз матч проиграть Здесь вылететь В Гатагово тоже все верили При Гатагове тоже Амкал, я тебе скажу Дышать начал Как бы то ни было Сто процентов Это была ну такая Плечки запели так Да, плечки запели В этом саду Поэтому здесь Мы посмотрим на дистанцию Ну так я от себя могу сказать Наблюдая со стороны за этим Это да Действительно выглядит Мощно, грамотно Ну тут знаешь Мне кажется тоже надо отметить Что и После прихода Гатаговым Многие отметили прогресс Амкала А сейчас как будто еще прогресс То есть нет такого Что вы там были плохи При Гатагове Просто стало еще лучше И мы не говорим Что Саслан Маратович Плохой тренер был Мы говорим о том Что где-то в моментах У него что-то не получилось И из-за этого Не получился результат То есть потеряна где-то Раздевалка была Моментами Да И это очень многое говорилось Где-то вот такие тонкости Нюансы Где-то может быть Какая-то неуверенность И вот это не дало Совокупный результат Но никто ни разу не сказал О том Что Саслан Маратович Плохим был тренером И более того Я был одним из тех Кто жестко боролся За то Чтобы его Оставить у нас Чтобы он с нами Работал как можно дольше И вот эти там Три встречи Которые мы с ним сидели Разговаривали Пытались найти Какой-то компромисс Я не говорю Что мы были плохими Я согласен Что Амкал При Гатагове То есть раздевалочка теряется Здесь момент в том Что в Амкале Может в определенный момент Потеряться раздевалка Я думаю Она у всех может потеряться Кроме Тудротс Честно Потому что Удротов Тренер Который это уже прошел У вас были моменты Я очень хорошо помню Когда Викторович Только начинал работать У вас пиздец был Какой-то в плане дисциплины Что-то как-то все Он там не понимал Почему вы заменами руководите Он там Ну знаешь У вас не было Это времена блогерства Еще это такое Мы столько всего прошли Ну я скажу то Что я не вижу вообще Возможность Чтоб у нас допустим Дьяков потерял Раздевал Он у вас изначально Супер авторитетный В команде Я же говорю Мы не знаем какой Дьяков тренер Потому что мало времени Это коллектива тоже зависит От набора игроков Тут вопрос как идет Я тебе могу сказать Что В Амкале Любой тренер Который будет находиться Хоть Джозе Мауринио придет Там определенный менталитет На определенный менталитет Менталитетом полевая Может сделать так Что вибрации начнутся И вот это все Шататься начнет И все Нет Честно говоря Не я не согласен В плане вот Если Гатагова люди Вот так вот слили Хотя я думал Гатага вообще Амкал под себя заберет На нахуй Гатаг захотел Дубчука слить Сымаем Да подожди А кто Гатагова Эй Эй Кто Гатагова Слил парня АПГ Зорька Нет Гатагова никто не слил Конечно АПГ Зорька слила Гатагу Не Это все полно Как только типы почувствуют Есть такая история Что Какие бы у тебя не были футболисты Ты хоть Карл Анчелоти Ты все равно захочешь Биллингева в следующем В следующем году И вот только Вот этот вот запах Если появится Что ты хорош Но есть лучше И возможно придут лучше Могут начаться движения А для прогресса Иногда нужно как раз Мы даже не спорим с этим Но вопрос с Алексом Биллингем Которого не хотят Видеть футболисты А вопрос в том Что это не мэчится С тем что тренер говорит Саслан Маратович говорил У нас Факт в том что Таксасан Маратович Публичное Это говорит Чтобы игроки Не заморались А внутри Он говорит Ну блядь Пацаны Он нам тоже Просто это Не публично В том что По факту Грубо говоря Тренера Группа игроков Слила Вот в чем Не Ну как Да нет Жек Подожди Почему ты отрицаешь Он знает намного лучше Жек Ну а что бы не знать Если я общался Ну зачем спорить С человеком Который знает Изнутри Я общался с первыми лицами Которые в этом всем находились С первыми лицами Но со мной ты не общался А я был на всех переговорах С Асланом Гатагом Я был на всех переговорах С игроками Я был на всех собраниях Он знает лучше Ну грубо говоря Все равно игроки слили Нет А кто Блядь Игроки Он подирал Валку из-за игроков И его Слил получается президент Потому что раздевал Блядь Было два стола Вы что нахуй Два стола здесь Обсудили В течение двух столов Все Брода С Аслан Маратович Просто Он человек Который все равно Не все будет говорить Потому что он понимает Есть определенный Футбольный этикет Который не позволит Тебе это сделать Ладно Я возвращаюсь к Панову Когда я впервые А почему не к С Аслану Маратовичу? Ты что вопрос Не мне просто Мне кажется Мы реально эту тему Уже разжевали Но если у тебя есть какие-то вопросы Мне кажется Ты можешь их задать Мне все ясно Подожди А я можно тогда задам Один вопрос? Ты руководитель Ты находишься со стороны И ты видишь Что тренер потерял раздевалку Что ты делаешь? Я разбираюсь Мы тоже разбирали В результате еще Была потеряна раздевалка Потому что если игроки Я вижу то Что игроки не уверены в себе И они решили Приколы выкинуть То это мне говорит о том Что возможно Игроки могут эти приколы повторить Это не есть хороший момент Когда у тебя Где-то Может быть какой-то бойкот И игроки не до конца Доверяют тренеру То есть это говорит о том Что игрок В моем понимании Если ты Все У тебя есть тренер У тебя есть задача Если ты хороший игрок Ты должен следовать этой задаче И следовать действиям тренера А спрос уже за результат Если брать там Саслана Маратовича И то что он сделал Сомкалом Ну он оживил труп Это дело сложное Потому что у вас была Клиническая смерть Вы могли бы уже Вообще отъехать И закончить с этим Соревновательным футболом Но он где-то смог зацепиться Клиническая смерть у нас была В лучшем сезоне По мнению всех Кто смотрел со стороны Третий сезон При Миллере был лучшим После него пришел Гатагов Нет После четвертого он пришел Плюс минус Нет Ну нет Это разе была клиническая смерть В сезоне В сезоне Да Ну такая была В таком случае Клиническая смерть у Тудроц была Что-ли в матче с Игресси В сезоне Подожди давай Момент другой был Понимаешь Вас тогда переехали эмоционально У вас не было ощущения Что у вас есть какая-то Лояльность к бренду Что команда бьется За клуб Который является грандом То есть это было ощущение Другое От коллектива Ты понимаешь Когда они играли с Амкалом Вот даже в Нижнем Новгороде Видно было Что у них была Вот эта ебанутая идея Что мы Амкал Это наши пипец Какие старые враги И это стоит иногда Больше результат На мой взгляд Это вернуть Вот эту искру вернуть Это дорогого стоя Спокойненько по пунктам Значит Ну тот сезон Когда ты про Файтнайт Вспоминаешь Тогда Амкал вообще В течение сезона Всех переехал И оживил труп И их переехали Оживил труп Говорить не про Наверное Это не очень подходит сюда Да Проиграли У вас в этом сезоне Секунду Болельщики кричали Вы заебали Было А когда они кричали Нет Это нормально Это мемная штука Вполне Да Там было Что они всерьез Походят Было дело Да Дальше Пришел Слава Мараж Гатагов Дальше Ты все правильно Говоришь По поводу того Что матч Студроц Искра Искра Все дела И дальше Разве Амкал Хотел Чтобы Гатагов Ушел Разве Руководство Амкала Хотело Этого Еще раз Мы собирали Здесь два стола Мы собирали Здесь два стола И уже Признал Это Признал Это Весь Тренерский Штаб Который Тогда работал Что от Руководства Амкала Исходило Желание Чтобы тренерский Штаб Оставался Но вы снова Подменяете Понятия И говорите Что Я не могу Подбирать Я могу Сказать Просто Один момент Пока у них Команде Будет Василий Лилфикус И прочее Вот этого Человека Я за эти Рамки Выпускал Потому что Он футбольный Понимает У него Другие дела Вот пока Когорта Людей Будет Из железобетона Там будет Вседоображение И рано или поздно Стоит только Дать трещину Вот этому Сосуду Он треснет До конца Друзья Если нужны Какие-то Консультации По поводу Амкала И я Германа Хочу Наверное Это в первую очередь Тоже сказать Вот человек Который Разбирается В нашем клубе Мне кажется Больше чем Даже в своем Поэтому Всегда можно Обратиться Идеально Я своем Как рыба В воде И вашим Тоже Не знаю Возьмет ли он Деньги За консультацию Или нет Наверное Знаю Райзен Наверняка Возьмет Но вот Давайте Возвращаясь К Панову Когда его Только назначили Я увидел Об этом новость Во-первых Вообще Не знал Попро футболу И Короче Мне казалось Что это Странный выбор Потому что Я думал Просто тренер Профиг А то Насколько он Круто влился И в медийку Он ходит Наверное Подкасты Он ходит Да Его харизму Надо отметить Он классно Он вообще Никак не реагирует На камеры Он ни разу Ни слова не сказал Там Уберите камеру Или там Уберите микрофон Или что Он круто влился Круто себя ведет Но это топ Ну то есть Классный выбор Точное попадание По крайней мере Пока так кажется Понятно Что наверное На такой короткой дистанции Это громко Но если говорить Именно про этот фрагмент Он отличный Я тебе могу коротко Зарезюмировать По поводу того Что Панов ощущался Как странный выбор Если посмотреть Сухими цифрами На Саслана Маратовича Готагова И его результаты До Амкала Он тоже мог показаться Как странный выбор Для Гранда Мог Нет Тогда оказался Очень крутой Медийный выбор Да Но я имею ввиду С точки зрения Казалось Что именно это Может придать Амкалу Очень крутой импульс И так и получилось И придало Да То есть мы понимали Но при этом Что Саслан Маратович Эмоциональный Но при этом Работал с медиафутболом И знает А Панов Наоборот Открываешь его Подслужной список И именно как тренер Ты такой Так тут все понятно А вот вольется ли он В медиа Но тут уже И работа с ним То есть мы с ним Общаемся Обсуждаем Что как там Делать То есть Они и тут Как профики подошли Честно говоря Потому что у нас Например тренер По физподготовке У меня советовался По поводу участия Не участия В разного рода роликах Потому что он Давно в этой движухе Он на Бодимании Или как она называется Я забыл Если честно Большой канал Мне Леонник Про фитнес Он там участвовал раньше В том числе Ну вот То есть Николаевич Реально Подошел абсолютно Во всем Поэтому Странность выбора Казалась только тем Что вы его не знали Безусловно Почему ты так Ехидно улыбаешься Я что Просто слушаю Приятно человек Разговаривает Хороший русский язык Безэкони Бэкони Он хорош И не ехидничает Как лысый Дальше Давайте по туру Поговорим немножко Потому что Достаточно много событий На самом деле Было Это и история В матче с броуками Где Миша Скал что Даст 500 тысяч Вот люди в другом мире живут Да я быстренько 100 миллионов банок Мужик Это те не это Проговорю контекст Жилинский В конце матча Самой концовки игры Зафиксировал фол Миша показал Что там фола нет И он сказал Если кто-то из Судей Как я понимаю Именно Тех кто Коллеги Судей Признает Что здесь был фол То я дам тебе 500 тысяч Ну это А прометчиво было Я еще слышал Как в серии Булетальти Ну там Жилинский Как-то Ну они опять Встретились друг с другом И Жилинский Говорит Ты пошутил Он говорит Я никогда не шучу То есть он Сразу Ранкер сказал Да И помимо этого Ну я так понимаю Что и Сухина И там еще Несколько судей Скали что это фол Миша сказал что он Перейдет 500 тысяч Ну слушайте Просто понятно Что Литвин вышел Явно на тот уровень Когда он уже Другими какими-то Категориями мыслит Но я понимаю Что вот так вот Сказануть на 500 тысяч Ну жестко Ну это для тебя жестко А чтобы зритель понял Что такое для Миши 500 тысяч рублей Представьте что для вас Это 500 рублей Ну нет Ну тоже Мне кажется 100% Ребята Нет Здесь же типа Есть люди которые Там ебать состояниями И там считают Каждую Но есть По-разному состоянию Что меньше чем Миша Может зарабатывать И сильнее раскидываться Деньги Я не знаю Благосостояние Но мне кажется Для любого человека 500 тысяч Это все равно весомое Что Ну представь У тебя под ярд на счету Ну какая разница Ну то есть ты же можешь Это на что-то другое направить Мне тоже Мне тоже нравится Ты как человек бизнес Ты же всегда считаешь Деньги Я считаю Вот кто вот этот Тот человек Который даже Когда у него 2 ерда будет Вот он такого На рандоме не скажет Потому что этот парень Заработает 10 ердов По итогу Своим вот этим Манимом Я просто слишком Мелкими шагами К этому иду А у Миши Это все нахрапом получилось То есть он Справедливости ради То есть я готов сказать Миша пиздец Как долго шел Таким результатом Реально То есть он там Херачил поступательно Контент В сети гивы Он мне все время Я помню Инстаграм открываешь Вот невозможно Не попасть на Мишу Литвина Невозможно Он тебя за это колебет В любом вообще Паблике Он есть И он к этому пришел Но то что сейчас Реально Межгалактический Нет Межпланетарный Нет Вот этот уровень Реально Потому что Сколько реально банок Литэнерджи продано Ты боюсь Боюсь себе представить У меня все Ты тоже заплатили Все Нет Ну клянусь Вот вокруг Все ходят с этими банками сейчас Их очень много продано И поэтому можно Если что Пятишку дать У него курс по Вайлдберрис Стрельнул Невероятно Это был просто Вообще суперрезультат В плане запусков Там до сих пор Люди которые этим занимаются Говорят о том Что вот это там Сверхуспешный кейс Поэтому и реально Мы просто Мы просто не можем Осознать Что для кого-то 500 тысяч рублей Может быть как 500 рублей Реально Вот натурально Тут просто дело в том Что Представляешь Вот Жилинский Для него бинго Сейчас они будут Все судьи Драться за назначение На матч Литэнерджи Предлагать споры Или быть более лояльными Как сказал Миша Возможно это инвестиция Потому что Жилинский уже сказал Что если он рассчитывает Если Миша Рассчитывал на лояльность То ему нечем его порадовать И вытер слезы Пяти тысячные Посмотрим А потом ситуация Зато будет Если когда-нибудь Жилинский поставит Какой-то пинается Спорный Мы это вспомнят Уже с очень другой стороны Поэтому Прецедент На самом деле От открытого взятия денег От представителя Президента клуба Он есть Судьей Он как бы есть Мы можем по-разному Относиться Я понимаю Что для Димы Жилинского Это 500 тысяч Это большие деньги Он за сезон Столько не заработает Его можно понять Но если брать Аспект спортивный Это конечно не есть хорошо Это просто мысль даже У нас же бывало такое Что судья отработал И вот эта знаменитая история Где ему из команды Другой президент скинул А в этом узнал Коля Спасибо за хорошую работу Да И Коля сказал Нет Да слушай Коля сказал Что отправь это назад Ну смотри Вот такая ситуация Как сейчас Знаешь Может быть я Блять Вот там будет момент в игре Я такой Если там был угловой Я тебе скину 500 тысяч Я знаю Там не было углового И я при этом Ну знаешь Я же Понятно Миша это не специально делал Но я имею в виду Эту ситуацию Ты можешь Якобы в каком-то споре Специально прогревать судью Он будет получать бабки А что Ну ты для этого Судей будешь плохим Мне кажется Ты только будешь хорошим И тут момент Смотрите Теперь назначение судей Да Меняется Потому что На Лит Энерджи Литвин не может Жилинский не может Правильно судить Но по логике По логике Но это нельзя Ну и Мне кажется Не сильно Это на чем-то скажется Судьи сейчас Немало И я думаю Что разведутся Тут дело в том Что даже случайная ошибка Она допускается У судей Она приведет к тому Что у тебя не будет позиции Себя защитить Что будет другой судья Нет Если Жилинский Допустим будет судить Ну не будет В любом случае Пойдут разговоры Конечно пойдут Не надо судить Жилинскому Лит Энерску Это не так сложно сделать Ну просто Вы понимаете Вот этим движением Получается в экосистему Спортивную Ну было внесено вмешательство Да Мне кажется Что это прикольный Медийный Извините Кейс Но Мув Хорошо Но он такой Единичный должен быть И все Все здесь Дальше абсолютно ясно Если там Жилинский Не делит Этот пятихат На всю судейскую коллегию То надо просто Не ставить Дима Жилинского На матч с Жилинским Лит Энер Жилинский сказал что Он на жене Так что Нет Ну молодец Обещал проставиться Еще одна история Это конечно Мне кажется Уже великий мем С учением Дима Азамата С Димой Картавой После матча Где он Я не помню По-моему судья обижается Когда Называют боковыми Ассистент Ассистент судьи Он назвал одного из ассистентов С судьи дедом И прям очень Ну там прям была целая миниатюра Однажды в России Минус Да А ситуация У Вани Николаевич Даже писали Ну что судья Типа не добегает Я так понимаю Он сделал Много ошибок Не-не-не Давай я расскажу Там у него была претензия К конкретному боковому суде Который работал на его фланге Где он сидел Азамат И он за ним наблюдал Ему показалось Что он во-первых Был не активен Не бегал По всей бровке И второе ему Потом я уже просто с ним Когда разговаривал Он сказал Что там было несколько эпизодов Когда он Либо не поднял Флажок Либо поднял Но не находясь Ну по линии Последнего защитника И когда у него спрашивали Почему ты так сделал Он сказал На опыте Но не всегда же Вот как раз Боковые судьи Просите Что так называют Находятся на линии Защитника Мы поднимаем Они вроде как должны быть Во всей этом мире Ну То что Азамат Сгорел на суде Типа Блять Вот в нашем мире Медиафутбол Типа Что Да не Это просто выглядело Он очень смешно Сгорел Я посмотрел Этот видос Я посмотрел Этот видос В день выхода Мемы на диагональ Медиафутбола В конце концов Я посмотрел А на следующий день Я его еще пересматривал Прям полностью Специально включил И ехал Ржал Ну я прям ржал Нет Это очень смешно Нет Это дед Это какой-то дед Просто дед Блять Какой-то дед Но у Азы При этом жопа именно горит Да 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 У него прям загорелось Да Ну надо отметить Что вот Азамат Потихонечку Уже знаешь Начинает Раскрепощаться В медиафутболе Он уже чувствует Что и победа Может быть где-то рядом Уже и погореть надо А я думал Что у него вопрос Я думал Что у него вопрос К консистенту По поводу момента С нарушением После которого Был забит гол Нет Нет-нет-нет Это не связанные моменты Это уже потом Они начали эту претензию Подсвечивать Но изначально Были именно по тем эпизодам Насколько я понимаю Которые я рассказал Жеке только что Тут важно понимать Что это вопрос Не к возрасту судьи А к тому Что он живет Как дед Вот это мой любимый момент Да он живет Как дед Сколько ему лет? 43 года Сухуй Он живет Как дед Ладно И тут еще тоже Была прикольная Мне кажется Реакция От самого Алексея Копылова Это ассистент Который сказал Мне 43 года Я пока еще не дед Но моей дочке 20 лет Поэтому вполне возможно Скоро стану дедом Это тоже Без агрессии Без Хорошо сориентировался Да Классно отреагировал Ну и в этом же матче Состоялся дебют Рыбуся Ну это реально статусный игрок По меркам медиафутбола Да вообще по меркам Даже РПЛ Проиграли Не, ну он играл Ты смотрел Он вышел в тром тайме На замен А на лево фланг Ну Да Ну просто я не знаю Кто ты смотрел матч? Ты смотрел? Я не смотрел Ну была шума Про то что дед Ну просто дед Ни хрена не бегает Было про рыбу сети Короче И много опять разговоров Про то что у десятки Там чуть ли не фул состав РПЛ Хотя это не так Там Ну половина Или Ну там есть Нет Там прям по хрена Хорошая банда такая И долгую рыбу с помазан Там по хрена Десятка многое Знаешь Мы Это как будто Это такая корпоративная команда Где мы не узнаем правду Потому что там Знаешь В комьюнити ходят Там разговоры Что зарплата Про большие зарплаты Ну да Что там 600 тысяч Там У кого? Ну я не знаю Рыбу с их Типа и знаешь И прям вот в комьюнити Мне говорят там Блядь Этот игрок хотел в другую команду Разговаривал с другим президентом И типа Другому президенту Он сказал Мне в десятке Предлагают столько Знаешь А Азамат потом говорит Что в вашем Я смотрел Где вы общаетесь А он там говорит Меня это задевает Что говорят Что знаешь И здесь невозможно Вообще братан Понять В чем правда Да У нас рифы-то точно нет Мало ли Там какие-то договоренности Вот вообще хуй А вот эта история Какой там вообще вайб Вот мне кажется Это команда Загадка Которая Знаешь Вот она создает Идеальную витрину Типа Ну За счет своего продакшена За счет своих лиц Они Это умеют грамотно делать И вот Ну да Проблем они не выносят Знаешь Там какие-то Иногда Иногда выносят Но как Честно Не могу представить Искренне Знаешь Что чувствует Каждый человек В этой раздевалке Именно внутри Вот про что мы говорим То что там Половин состава РПЛ Может им вообще поебать Может Либус сидит И такой Блядь Че тут Я бы не сказал Слушай Знаешь На самом деле История с Либусем Еще И до Мне кажется Он уже парень Который определился Что ему нравится Все это медведя движуха Он хочет здесь двигаться Мне кажется Он уже про профкарьеру Не думает А Рыбусь Он не скрывает Что я хочу здесь Два месяца поиграть Потом все-таки Попробовать уехать Так ему 35 лет Ну он говорит Я хочу попробовать Уехать на Ближний Восток И получить последний контракт Хорош Поэтому тут вопрос Тут вопрос в том Например Вот он зная Что ему тут играть Всего два месяца Пойдет ли он в стык Зная что Как бы зимой Возможно будет контракт И здесь может быть Он думает Что ему хватит Тут на опыте Просто за счет Своего богатого багажа Там в пасек А в реальности Тут ебать Потом Друг метровый Жекич Блядь Мана Собака Бегает Еще и Паш Крайний защитник Вот я Почему Вот рыбу Стангу И защитник Сборная Польши Но ты думаешь Это крайний защитник Он универсал вообще Ну то есть его можно И выше поднимать То есть Но в любом случае Он играет в фланг Но ты понимаешь У нас сейчас в фланге Даже атакующие игроки Бегают 70 метров Туда-сюда А ты в 35 лет Должен найти Все мотивацию Ну реально пахать И я могу сказать Что я помню Период Когда все шутили Что у Дротов Одни КФКшники Помнишь этот период Все же шутили Про КФК А я Много раз И внутри коллектива И везде Я говорил о том Что КФКшники Это главный секрет Успеха Тудротс Потому что Им надо грызть землю Для того Чтобы что-то доказать Когда ты человек Из РПЛ Или из сборной Польши Или где бы ты до этого Не играл Ты уже обеспечил себе Жизнь надолго Вперед И этот футбол Тебе Это было раньше Понимаешь в чем Я сейчас Если ты не против Говорю эту мысль Ситуация в том Что приходящие звезды Бывшие игроки РПЛ Чтобы они реально Начали Играть на этом Высоком уровне Я не знаю Что должно произойти Здесь даже не делом Бывает разная история Это редкость Это вот один из пяти Я могу сказать А вот мне кажется Как раз таки Пацаны Которым надо землю грызть Они могут в итоге Перекусывать И рыбуси И едовую И вообще И кого угодно А тут пришли Они приходят Вот как сюда рыбус пришел По сути Он такой Ну Перекантуюсь по херу Ты не будешь за Вот Райзен правильно же сказал Что В Нижнем Новгороде Чувствуется Что пацаны бились за эмблему И тут это многое решает Мы не можем дать условия Которые дает Профессиональный футбол Ну не можем То есть то что мы говорим Про ФНЛ Ребята В РПЛ В миллионах евро Зарплаты исчисляются У каждого из футболистов Ну не у каждого Ну в среднем Практически у любого клуба В топ клубах В топ клубах В топ клубах В топ клубах Нет, нет, нет Сейчас да Ну это есть уступление Но это все равно Многие миллионы рублей Так или иначе Короче Несоизмеримые Вот так Вот И они прям настолько Несоизмеримые Что футболист Приходя сюда Он думает Что он будет играть в полоноге Это было даже у Гасилина Он когда приходил сюда Он же мне потом Через какое-то время говорил Говорит Я охерел Я думал Я сюда приду Медиафутбол Такой на вайбе Поиграть А тут блять Соревновательный Тут я должен быть В идеальной форме Да чуть ли не больше Чем когда я играл в футбол В профессиональном И при этом все равно Футболистам приходится Что-то делать еще здесь Здесь совершенно другая среда И короче Я считаю Что как раз таки Удивляться тому Что бывший футболист Уровня сборной Польши Играет здесь хуже Чем КФКшник Нечему Он еще не сыграл Я не конкретно про рыбу Я в целом Вы знаете Что я скажу Вот момент в том Что здесь Обязательно нужно Держать баланс Игроки Которые поиграли На высоком уровне Они тоже тебе добавляют Потому что сейчас Вот допустим К ним переходит Терек Это игрок Возможно там Ну понятно Он играл на другом уровне Там все равно Динамо и прочее Они тебе могут дать То качество Которое тебе позволит Против команды Которая сидит Забить этот гол Потому что у них Мастерство на высоком уровне И вот у тебя есть бойцы КФК Которые там Они нигде не поиграли Они эти миллионы Не понюхали Они грызут за каждые 200-100 тысяч Для них это важно Но В топорный футбол Не всегда можно играть Эффективно Тебе все равно должен быть У тебя все равно должен быть Такой игрок Который либо на опыте Либо еще с каким-то пониманием Если ты конечно нашел Свою Пашу Яковлева Или Васильевича Или даже Павлюченко Это человек Который Я с него просто охреневал Что в знамя Что когда я Файт Найс его наблюдал Был такой у нас Ренат Янбаев Который просто В знамя был Всю бровку человек Чесал ему 36 лет В тот момент был Он был вообще не в форме Но я смотрю Он крайний защитник И он реально Такой объем выполнил Я говорю На херете это надо Он говорит Да я просто люблю Играть в футбол Больше особо ничего не умею Мне здесь в кайф Я уже не буду в РПЛ Поэтому есть баланс Давайте дальше Еще история Про бразильца Из торпеда Там игрок Кая Которого торпеда Не смогло по каким-то Юридическим моментам Заявить Как я понимаю Мог прийти Либо к вам Либо в десятку И в итоге Он заявлен за десятку Расскажи эту историю Ну я прям Глубоко в нее Не углублялся Ильдар рассказал Что Вот позвонили ему Из торпеды Сказали что Вот есть Бразилец Фил Воронин говорил Что его чуть ли не в банку Предлагали Реально? Ну он такое Интервью давал По-моему он Цапник Ну он типа Крайний Цапник Ну сказали что Вот есть такой Это игрок Не успели его заявить Хотим к вам Потому что у вас Кузнецов Хороший тренер Хотим ему дать Практику Практику Да Поначалу не факт Что он будет на тренировки Ездить Только на игры Типа И если вдруг Он знаешь Будет выходить И вам понравится То грубо говоря Ну все Окей Ну Ильдар сказал Давайте мы его глянем На тренировки На следующий день После этого Можем отчетно говорить Ну и все На следующий день Он оказывается Типа В десятке И все Знаешь Ну я Я об этом Как Николаевич Грубо говоря Так сильно Не углублялся В какие-то там Мысли Почему его предлагают Нам Он оказывается там Может быть они вообще Знаешь Типа Если они даже До банки дозвонились То может быть там Просто автокол Всем командам Банк Самый открытый клуб До нас легко дозвониться Ну вот Ну я видел интервью Фила Где он сказал Что Типа Мы даже не стали Я просто не помнил Я его читал Может это было Вообще шутка Либо может быть Расшифровали неправильно Но там был посыл Про то что Типа Если бы он увидел Что у нас происходит Он бы вряд ли остался Когда увидел Потому что люди приходят В разной форме На тренировку Вряд ли бы он захотел Продолжать с нами Тренировать А что здесь Это не меня Это Фил так ответил Ну Я просто пересказываю Да да Ну мне кажется Он не шутил Это правда Я к тому что Вообще Действительно банки Могли предлагать Игрока Вот такого уровня А в этом плане Не знаю Я думаю что да Могли Вот мне просто интересно Что это за футбик Насколько он сильный Говорят сильный Ну по разговорам Бразилица в атаку Это интересно Так он в десятке теперь? Он в десятке Заявлен Но я пока не понимаю Будет ли он в итоге Играть или нет Шеру из-за этого Получается или нет? Нет Шеру Шеру сам попросил Об уходе Потому что Он не получал практику Денисурка Блин Как с Fight Night А вот ты кстати считаешь То что это с ней Чмув Что типа оказался В Мхаде Будучи Недавно игроком Тудротц Ты Ну знаешь Он уже типа Или он не прижился Как вот Ну они все Грубо говоря там Лого Или кто-то писал В ТГ Что это там Переход не напрямую Типа он там Никогда не был Кем-то значим В Тудротц Ну вот если бы Манна бы по такой Дорожке пошел Ну ты бы читал бы Что это Ну я бы охуел С манной Мне кажется Статус манной Для Тудротца Я и сравнил Как бы с футболистом Который Шеру давно Не ассоциируют Так сильно С Тудротц Да нет Здесь в этой ситуации Шера был Сколько в Тудротц Два сезона Нет Два Либо один Кубок России Мне кажется что Вот он был Один сезон Да нет Это все похуй На то что Из Тудротца Мкал вообще Это поебал Здесь Более страшная ситуация Надеюсь Который Шера справится Это то что Он уходит из Тудротц Потому что Он мало играет И виноват тренер И потом он ходит Из десятки Потому что он мало играет И виноват тренер И вот обычно В таких ситуациях Типа Надо вот Немножко Степениться Смотреться вокруг И если везде Виноват кто-то другой А не ты То чаще всего Бывает что проблема В тебе И надо просто Сильно проработать Это все И надеюсь Что у него будет Все хорошо Просто потому что Если в итоге Он из Мкал тоже уйдет Потому что У него будет мало времени Не ну мы тренера Тогда сольем Мы тогда тренера сольем Я думаю Шера сольет Не ну рано Какая аренда Как я понимаю После нее он возвращается В десятку И там уже будут Решать что дальше Как раз торпеда уедет В бразилию Собрат Ты Он возвращается После аренды В десятку И тренер типа Слышит что Игрок ушел Из этой команды И за тренера Типа Вы в каком мире живете Очевидно Если в Мкале Будет много играть То он останется В Мкале И он не вернется В десятку Если у него В Мкале Не получится То возможно Будет какой-то Пережиточный момент В десятку И потом он пойдет дальше Тут надо посмотреть То что у него Он на договоренности С Азаматом Но тут момент в том Что как я понимаю Он исходит из такой Он сейчас уходит Играть в Мкал В десятка Если не берет Чемпионство То они явно Меняют тренера Скорее всего Ну это твоя вероятность Ну с большой вероятностью Это из логики Даже он сам Тогда говорил Насколько я знаю Их тренер Что Последний шанс Был в прошлом сезоне Да Что для него Он думал Что после того сезона Они разойдутся Но он остался Но если в этом сезоне Их не получится Или какой-то будет Ладно если в финал Это нормально Я думаю будет То Шера может быть Рассчитывать на такую Что вернется К другому тренеру Ну и в Мкале Я уверен он тоже останется Если он будет играть Типа как основной футболист По-любому найдет За что застать Наш предпоследний эпизод Это инцидент В матче Титан Чистый Питер Нет Чистый Питер Это мы не должны обсуждать А да натурим Титан Чистый Питер Это типа просто Я начал думать Что блять Тот же человек Который тебе дал Пощечину Не из Чистой Питера Нет Как бы тут Мне кажется У нас в лиге Инцидент матча Титан Лига В лиге регулярно Происходят какие-то Потасовки Какие-то там Перепалки Словесные Но редко доходят До удара Или пощечины Как будто бы Вот это Мне интересно Это про нас Я тоже Поймал Как мы говорят Они тухи Как будто Ну вот это Та самая красная линия Которую нельзя Переходить И в матче В этом матче Титан Чистый Питер Сотрудник Съемочной бригады Человек Который В принципе Как правильно Продюсер съемки Или как По-моему Вообще Он как раз таки Отвечал за съемку Короче во многом Ну он был Практически на каждой игре Мы видели его Закусился С администратором Титана Насколько я понимаю Весь контекст этой истории Что Титан долго выходил На второй тайм Уже вроде как Дали команду Запускать эфир Ну запускать второй тайм А игроки не вышли На фоне этого Начался какой-то Небольшой диалог Спор с Зуевым В этот спор Подключился администратор И он Раскалился до такой степени Этот спор Что Ори Как бы ударил Дал пощечину А за что? Ну вот просто Накалился так спор Я вот до словности Не знаю деталей Правильно Что там Смотрите Там важно уточнить Что тут же импера Сразу вписался Да В импера Мне кажется Топовый абсолютно аргумент Типа И какого хера Типа Зачем лещевать Дал бы кулаком в лицо Такой был аргумент у импера Об этом надо Я думаю Прямо отдельно сказать Я когда услышал Я очень поржал Типа мужская тема Не ждануть Ну В амнамент Мы же не знаем Давай еще сейчас Быстенько проговорю Что Орис Его сразу С этого матча Ну как бы Увели Чтобы конфликт Не разгорался Хотя они поговорили С имперой Потом еще Один на один Потом он ушел И потом Коля объявил о том Что он отстранен От работы В меди-лиге На той должности Которой он работал Как минимум Это полный контекст В истории Который мы знаем Я не буду ничего утверждать Я просто создаю Типа подкаст Повестку Типа Ситуация Сильно отличается Вот когда стиль Стиль Типа Нет Я дискуссию Я даже сам Не пришел Никакому выводу Но ситуации Явно отличаются А ведь Сотрудник Чудбой безопасности И человек Который отвечает За трансляцию Он же внутри поля был Грубо говоря А стиль Он был завтра делан Мне кажется тут важно Говорить Ну и это наверное тоже Но все таки Тут важно говорить Именно про отличие С ситуацией В чем должность То есть по сути Как я понимаю Опять же я тогда был Не согласен с этим Лещом Или чем Ударом От сотрудника Службы безопасности Но во всяком случае Я так понимаю Что он такими полномочиями Чуть ли там не наделен В каких-то Определенных ситуациях Потому что он Обеспечивает безопасность Он не знал Кто такой стиль Он не допускал человека Который прорывался на поле То есть в целом В каком-то мире логики Это можно объяснить А здесь А тут типа человек Который отвечает за трансляцию Типа почему он вообще Да Почему он не на GoPro заснял Да Организовал бы трансляцию Который делал Ну Оре да Типа вот Сколько раз я бы с ним Встречался за все это время Сколько я в Лиге Супер положительный Супер положительный Супродушный Его знаешь Когда такое появляется Всегда на ха-ха Я тоже охерен Честно говоря Я тоже охерен Возможно ли Нам что-то ему сказали Что он не смог Что его вывел На эмоции Нет Лично я видел Несколько раз Когда он резко реагировал На различные ситуации Ну прям Бывало Да Бывало И у меня даже Был однажды С ним мини конфликт Хотя у меня Я не знаю Человек очень конфликт Я постоянно Какие-то конфликты С тобой сложно Не найти вот эту точку Провокатор Провокатор С тобой вообще В ринге я разберусь Так что Ничего себе Уже к марту готовиться Вот Бывало Бывало Но до такого Конечно Не доходило Ну тут Мне кажется Еще надо Наверное Отметить Оперативную реакцию Лиги Оперативную реакцию Непосредственного Руководителя Ори Это Артем Галкин Который вообще Отвечает за все Трансляции Медиалиги Которые сразу же Приняли это решение Без каких-то Отлагательств Ну и вот Наверное надо сказать Что трансляция была Организована Не очень здорово Потому что Этот момент В трансляции нет Поэтому и все А ключевой Что ты хотел Обсудить Поднимая Эту тему Я параллели провожу Типа я такой И вот у меня Во всем параллели Типа Прикинь И чела отстранили За то что он дал Пощечину А типа вот райзена После матча с МКС Когда монтажер Амкал пизданул То там пиздец Амкал просто Вот так вот Красавчик Его тоже отстранили Ну его отстранили Настолько фейк Отстранили И вот знаешь Я имею ввиду Вот какая мораль Вот истинная Как ты так Ты просто блять Ненавидишь Амкал Да почему нет Ну я не знаю Почему же так Тоже рассказывай Нет я пытаюсь сделать Я именно Читая дискуссия У вас там настолько буквально Я помню Я где-то эту карточку Получил красную На разговоре с Масей Мавой Меня на финал Вы не пустили На финал МКС-22 На финал МКС-22 На чем вы У вас тоже там У вас знаешь Где-то вы категоричны Где-то у вас так Можно это Осудить слегка Ну подожди Ну это здесь Я имею ввиду Ну прям точно стоит Просто уволить навсегда Почему вы не уволили Его просто убрали Я думаю Я не знаю Подожди Я не знаю Конкретно Что входит В это отстранение Но Как бы Эта съемочная бригада Работает на разных мероприятиях Я не думаю Что она работает Только на медиалиге Я не понимаю Там он условно Это возможно Нам подробнее Потом чуть позже расскажет Возможно Его отстранение Касается конкретно Что он не будет работать На бровке Возможно Он не будет просто работать Больше это и сказал Возможно Он просто не будет работать На этом мероприятии Возможно Он будет работать В службе безопасности Лиги Маска просто наденешь Чтобы можно было Есть момент, я уверен, что он и сам понимает, что это было супер лишнее вообще. По факту это представителям лиги недопустимая история. Но если они там поговорили и решили с тем человеком, с которым конфликт произошел, там же, наверное, был какой-то разговор обоюдный. Мы не знаем детали конфликта, из-за чего конкретно он спылил. Просто с Сори тоже у нас много было всяких кипиш и недопониманий, именно по технической части. Но такой накал никогда не был жесткий. То есть мы всегда там спорили, а что сюда встать нельзя, он всегда говорит, да, отойди. Но это нормально. Но тот момент в том, что Сори тоже для лиги много сделал. Я понимаю, что это его нисколько не оправдывает, но человек, если он там извинился, если он решил все вопросы с пострадавшим, они там вместе обоюдно пожали руку, то логично его не совсем выгонять там с МФЛ, да, а там на какой-то период отстранить, это тоже по нему в любом случае ударит. Тем более ты всегда чувствуешь двойную ответственность, если ты в чем-то провинился, и впредь ты за этим следишь. Я понимаю, просто не надо. Мне кажется, тут тоже, давай еще раз проговорим про то, что он извинился, про то, что Ори это реально большой профессионал и многое делал для лиги. Может ли это там перекрывать вот этот поступок? Ну это вообще разные вещи, которые надо в принципе отделять. Он суперпрофессионал, который много лет работал, ну не много лет, а много сезонов работал в лиге. Ну я понимаю просто, что смешивать нельзя, это тебе не дает права условно. Наверное, надо тоже, ну как бы, мы, даже мы сейчас, спустя там уже сколько, два дня до конца не понимаем, почему была такая реакция, потому что сколько раз он работал, да, он мог спылить, мог что-то там резко сказать, но до такого никогда не доходило. Да, может быть, если бы мы узнали детали, сейчас бы уже совсем по-другому бы это все выглядело. Поэтому, что мы здесь обсуждаем по факту и пытаемся судить человека за и так поступок понятен всем. То есть он будет, в любом случае, порицаем. Ну что тут, ну... Мне кажется, здесь мы не столько судим человека, сколько обсуждаем, что с этим делать глобально. Потому что здесь очень тонкая грань между тем, что... Больше, чтобы никто на бровке из представителей лиги не лещевал представителей команды. Не, ну я к тому, что тонкая грань. Да. Ну что тогда? Это просто... Сейчас должен дрейк быть вот этот. Мем, да? Нет, ну скажи лучше. Я говорю, всегда есть тонкая грань между наказанием, которое надо делать, как ни крути, и тем, что действительно человек как будто бы такого не заслужил. Ну то есть одному спустишь... Возвращаемся к теми скрапам. Одному спустишь, второй подумает, что в целом и я могу. Это, конечно, важно. В целом, поэтому Коля и не так однозначно ответил Ване, по-моему, в интервью по поводу отстранения. Все нормально. Ну я так понимаю, решение принимал именно вот как раз Артем Галкин. И он, наверное, может дать более четкие ответы. Шат-аут Артем Галкин. Эти ребята... Передаю привет. Шат-аут. Да, Артем топ. И трансляция всегда на высшем уровне. И давайте, наверное, последний инфоповод. Мне кажется, это был один из самых громких. И я чисто по своей телеге ощутил, насколько это было интересно людям. Это, конечно, тренер Банки на матч с Скоростом. Но это реально крутая история, что брат-близнец Виталия Миллера, который фантастически на него похож не только внешне, но и мимикой, голосом, и даже походкой, был тренером Банки. Ну, не знаю, мне нравятся такие истории. Они абсолютно добрые, они прикольные, они цепляют людей. Я видел, что у меня этот пост набрал кучу репостов, наверное, даже больше, чем большинство в эти выходные. Может быть, ты начнешь теперь добрый контент делать, а не искать, сколько его предал и прочее. У меня разные контенты. Там ржака в том, что мы там многие из Банки... Да, многие из Банки поработали с Миллером Виталием во время Амкала прям долго. И когда Валерий Викторович Миллер просто что-то говорил, обычные какие-то слова, ни шуток, ничего, с каждой вообще фразы мы разъебывались, потому что он говорит ровно так же, у него такие же паузы. И когда ты видишь человека, который очень похож, говорит ровно так же, ну, ты понимаешь, что это другой человек, но это просто априори очень смешно. Так, ну, я началом просто близнеца привели, и типа... Да нет, знаешь, тут ладно, если бы... Я знаю, я знаю, я бы тебе посмотрите, я черно-по-белым сказал. Подожди, но тут прикол же еще в том, что про его существование мало кто знал до этого. То есть ладно, если бы у них был тренер... Я вот так первый раз в Академии РФС увидел, я когда его первый раз увидел с тренировкой, он Амкала тренировку один раз проводил, я такой подхожу, стоит Виталий Викторович Миллер, Валерий Викторович Миллер такой... Ах, ты еще как-то рассказывал, что тебе... Что еще запоминает, как его зовут шутки? А он футбик вообще любит? Он тоже тренер. А, он тоже тренер? Он тренер, как я понимаю, где-то в Спартаке в Академии, да? Он, по-моему, когда-то работал в структуре Локомотива, и сейчас в структуре Спартака. И как вы сыграли? Мы проиграли с отсчетом 0-3. Миллер победил. Спорт в СК... Да, блин, что ты сказал, мы проиграли. Мы сыграли 0-3, Миллер победил. Если бы ты сказал, было бы, конечно, лучше. Ну, это, мне кажется, точно топ-история. Давайте дальше, точнее, к концовке переходить. Лучший игрок сезона, потому что мы подходим к концу группового этапа, мне кажется, уже можно кого-то выделить. И лучший игрок года. Уже? Фига себе. А кто-нибудь кому-нибудь так запомнился? Подожди, подожди. Подожди. У нас всегда определяются вот эти номинанты и победители по итогам трех турниров. Иногда четырех, когда был МКС. Сейчас это первый. Ну, ты сезон против... Ну, сезон тоже уже можно выделить. Смотри, это, во-первых, пятый сезон, это Кубок России, и это текущий сезон. Мне кажется, в текущем сезоне очень круто выглядит Вася Маврин. А он в предыдущем и в целом, как будто бы это всегда один из номинантов, нет? Ну, именно этот сезон, у него сильнее, чем предыдущий. Без МФЛ сезона, да. А он с Титаном выиграл, поэтому он был в этих разговорах, братан. Тут вообще мы не можем... Не, ну, еще сегодня не доигран. Мне кажется, совокупно уровень его необходимости клубу, импакта в лиге и узнаваемости в комьюнити, плюс качество игры, Вася, мне кажется, всегда должен быть каких-то... Ну, и помимо этого он выдал очень крутой Кубок России. Мне кажется, честно, это либо Алишер, либо Сыч. И все будет зависеть. Если бы мы выиграли на веб-арене финал, и Сыч сыграл бы на ноль, грубо говоря, то, блядь, ну, прям... Но при этом у него такой достаточно смазанный матч получился. Вот у него смазанный матч, но при этом он вывел нас туда, сейчас у него сухари. Если, грубо говоря, мы выиграем этот турнир 1-0 выигрывая, и он делая сейвы, то для меня... Ну, да, кстати, это получается, что он... Вот этот дисбаланс того, что атака не может, он приводит к тому, что у вас все равно 12 очков дополнительно. То есть, смотри, у нас вот по году... У них 12 очков, у нас 10, то есть у нас по факту вот так... 13. 13? Ну, пипец, все как-то близко очень. Все очень близко, близко. Ну, смотрите, вот мы так обозначили какой-то шорт-лист, это Маврин, Сыч и Алишер. Ну, да. Или кто-то еще у вас есть из каких-то оригинальных кандидатур? Мы сейчас говорим про годы. Не, смотри, давай, вот смотри, просто... Я тебе скажу то, что Василич, Антон Васильевич Соснин. Ну, у нас команда, которая показывает на протяжении долгого времени хороший результат, в основном, я считаю, то, что... Вы выиграли тот сезон, типа, блядь, ну, знаешь, это вот как банальному зрителю, что Алишер забил с центра поля, вы прошли родину. Типа, если бы этот ебанутый чел бы не решился на эту хуйню, вы бы не прошли бы туда. И статистика у него хорошая. Да, у вас есть ебанутый чел в команде. Нет, это факт. Но вот если вы в шорт-лист этот носите, я попрошу просто двух игроков в Мазаре. Можно, да. Да нет, он с ним причем заслужил, он реально... Да нет, Сос вообще... В чем-то незаметный герой. Незаметный герой. Нет, это люди, которые смотрят футбол, они понимают то, что по-футбольному... Нет, ну ты же понимаешь, о чем я, что такие игроки редко получают золотые мячи. Получают обычно атакующие футболисты, которые... Если бы в этих группах не было бы Алишера, то там бы созданы, знаешь, они бы могли. Я бы еще, опять же, хочется своих тоже сюда подтянуть немножко, я бы сюда еще, наверное, рябу включил бы. Да, я тоже про рябка были. Но он правда, он из тех игрок, из таких же игроков... Но я о том говорю, что... Мы не говорим про игрока года. Да, к сожалению. Но прям на золотой мяч, мне кажется, не надо. Не-не, мы говорим про шорт-лист сейчас. Про шорт-лист, и я бы точно его включил шорт-лист. Мы же разделяем игрока года и игрока сезона Кубка Лиги, правильно? Да-да. Мы сейчас просто про золотой мяч говорим. Если про золотой мяч, то рябы там нет, потому что он пропустил предыдущий сезон, не играл там, как бы. Почему мы играли? Но у вас результаты не такой высокий был, условно говоря. Он в основе был не такой высокий. А если брать на выступление этого Кубка Лиги? У нас был Кубок России хороший. И Ряба играл весь Кубок России. Ну, просто Кубок России, понятно, но там же нет какого-то рекордного результата. Вы же не обыграли. Подожди, у них рекордный результат для клуба, они повторили рекорд судорога. Четыре матча. Ну, повторение, понимаешь, ты же не выиграл, условно говоря, Кубок ФНЛ или какой-то громкий клуб, который реально суперфаворитов. Ну, Кубок России всегда учитывался и Амкалов выдал хорошую. Ну, если даже тогда поэтому говорить, то мне, я бы тогда, грубо говоря, до банального Костюкова бы, не знаю, этого поставил. Костюков, он в середине прошлого сезона только нам пришелся. Ну, типа, я имею в виду, он забивал Кубки России, делал импакт, он типа там с Амкалу забивал тоже. Не, ну, тогда можно, тогда и про Пичу надо вспоминать, который тоже не забивал и отдавал. Ну, золотой мяч, типа, но все равно по факту мы берем, типа, это либо из команды, ну, типа, чемпиона, либо, как Броки, в прошлом году всех наебали и каким-то образом там... Эй, Бор, хватит. Типа, из-за того, что они слили финал, им жалко стало, им дали нагады, блядь. Нет, подожди, ну, там в итоге Вася выиграл Маврин, который стал чемпионом. Ну, давайте как-то все-таки обрисуем Маврин без вопросов. У меня вопрос, это должен, ну, типа, я не... Почему? Он еще ничего не выиграл. Ну, подожди, задавай. Ну, у тебя вопросы есть, задавай. Ну, смотри, там была история, когда он выиграл вот этот золотой ебаный мяч, что вот он пришел в Титан, не может быть, вот они выиграли. Поэтому я и говорю, что сейчас сложно, он сам калом вас возьмет, выиграет сейчас этот сезон. Тогда все поменяется. Тогда вообще вопрос точно не будет. Ну, типа, на данный момент. На данный момент, да, но на данный момент, мне кажется, что... То есть, например, мы говорим об Алишере, а Алишер, безусловно, сильнейший игрок прошлого сезона. Сильнейший игрок... Братан, этого сезона сильнейший игрок. Какого? Пятого? Пятого, да. В этом сезоне, ну... В этом сезоне, ну, всем звездам тяжело. Братан, иди в центр, просто поиграй сейчас. Ну, если он играет в броуках, и он играет не матч, извини меня, против там лотусов и прочего, он играет с командами лучшими, это уже, говорит, то, что он в порядке, блядь. И он играет в суперконтрольных матчах. Мне кажется, что мы просто рано это обсуждать. Нет ни одного футболиста, который скажет, что мне с Алишером легко в центре поля. Типы бьет и прессингует, и все равно создает разницу. А вопросов нет. Мне кажется, рано мы это просто обсуждать, правда. Вернемся к этому, и теме, я думаю... Можете в комментах, я думаю, написать, кто вам нравится по этому сезону. Через... Уже пару недель. Через пару недель вполне. Потому что... Через пару недель, может, сезон кончится? Ну, нет, ну... Подожди, сейчас... Сколько у нас осталось? Раз тур, два тур, закончится регулярка. Потом за неделю отыграют одну восьмую и одну четвертую. Четыре недели осталось? Месяц? Ну, в начале ноября уже все. Месяц осталось. И потом сочная, мощная подготовка Казахстана. Нет, может, чисто кубок еще? А вы летите? Я не знаю вообще пока ничего. Ну, я так понимаю, все это вилами по воде, если честно. Я бы хотел межсезонку нормальную сделать, силу заложить. В Костанай надо, ребята. Надо в Костанай. Ладно. Все обсудили или что-то забыли? А у тебя есть какая-то... Подожди, мы с Броком только летим? Пока, да. Мы только с самолетом. Ну, там Коля вообще сказал про шесть команд. Но он даже не обозначил пока принцип, по которому возможно... Но мы уже летим в этом. Пайт-найтс? Мы уже летим. А еще новость есть какая-то хорошая? Какая? Ну, добрая новость там. Доброе. Ну, вот вам задонатили два ляма. О, да, кстати, отличная новость. Саруман Кью, благодарю. Вот сегодня мы поступили деньги бюджет клуба. Мы теперь будем офис строить. Вот я не знаю, как это работает, но предельно благодарен человеку. Мы, кстати, обсуждали, что для Миши Литвина 500 тысяч, это как 500 рублей. Кто-то донатит двоям. Нет, но это осознанный донат на развитие клуба. Понятно. И мы, я думаю, отчитаемся. Я с Филиграми списался. С ним... Давай бездумай, давай отчитываться. Ты что, это ты задонатил? Он меньше пишет, честно и говоришь, я не понимаю. Поэтому, да, отличная новость. Хорошо, что вспомнил. Респекте, Сио. Спасибо вам, что пришли. Также, добро и тогда вспомним, что мы играли ради Ростик. Вы вышли в футбол, когда они выиграли Ростик. Получил супер эмоции. Я очень рад, что он борется. И мы ждем его на поле, что он будет исполнять свои мечты, радоваться футбольчику, играть. И тоже, вот как мы это не ценим, я это ребятам говорил. Вот мы просто, мы выходим, играем. А есть малыш, который мечтает об этом, братан. И наша победа ему просто дает нереальные эмоции. Знаешь, это круто, что у каждой команды есть такие болельщики. И что мы своими играми, просто там видосами можем кому-то, пиздец, как помочь выйти из депрессии. Или просто порадовать. Поэтому, ребятки, мы тоже это делаем не только ради денег, а и ради эмоций вас. Как я знаю, Ростислав, это парень из Уфы, который занимается в Академии Уфы, футбольного клуба, болеет за Тудроц. И у него серьезная болезнь, рак крови. Он с ней борется, уехал на лечение в Израиль. И, ну, ты знаешь, какой сейчас этап у него? Ну, после химиотерапии он проходит вот стадию реабилитации. Короче, это все очень серьезная штука. Как Фидос уже много раз проговаривал, обязательно проходите проверку своего здоровья. Потому что это крайне важно. Не важно, занимайтесь вы спортом, не занимайтесь спортом. Это всегда даже вот недавняя история из Кубка Надежды, где у футболиста Игреси Григорьева сначала обнаружили проблемы с сердцем, не допустили его до игр. Но потом прошла повторная проверка, и в итоге все супер. Он в этом туре отдал голевую и забил два гола. Здесь очень важно сказать, у нас же тут тоже, по сути, есть история, связанная именно с раком крови. И очень хочется, чтобы больше людей понимало о том, что у нас катастрофически мало доноров костного мозга. И очень важно понимать, что костный мозг, это не кость где-то вот здесь. Я также думал, это просто ваша кровь. Вам просто нужно сдать кровь. Это делается бесплатно во всех медицинских центрах, естественно, во всех фондах. Вы просто приходите, просто сдаете кровь. И даже в случае нашего Финита, ему повезло, что у него был брат. Иначе у него шансов на спасение не было бы совсем. А если у человека нет такого родственника, у которого ДНК может совпадать почти на 100%, то у него и шансов не будет. И вы можете быть человеком, который просто спасет чью-то жизнь, просто из-за того, что вы сдадите кровь, а потом потратите полтора часа на ее переливание. Вот и все. Вот и все, что такое костный мозг. Это очень простая процедура. И просто обязательно потратите свои 20 минут времени, сдайте кровь бесплатно. Войдите в реестр и спасите чью-то жизнь. Когда вы сдадите кровь, это вы не сдадите костный мозг. Ничего, вы просто попадете вот в реестр, попадете в базу. И в дальнейшем просто к вам смогут обратиться, если вдруг ваш ДНК совпадет с нужным. Абсолютно анонимно позвонят, скажут, есть человек, вы можете ему помочь. Вы можете сказать да, можете сказать нет. Вы всегда сможете от этого отказаться. Но даже пересадка костного мозга – это просто переливание крови и не больше того. У Амкала вышел видос в памяти Афинита. И там как раз есть видео, где про это рассказывают. И в описании есть как раз тоже. Ссылки, все ссылки мы оставим тоже. Ссылку на сайт, где вы можете зарегистрироваться и пройти, записаться на сдачу крови, чтобы попасть в этот реестр. Если вы, не дай бог, болеете, вам сил. И мы уверены, что вы со всем справитесь. А вам всем спасибо, что смотрите и поддерживаете нас. Обязательно вернемся через неделю и обсудим матч. Тут Росфайт Найтс. Новый. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин